Значит, сегодня Аршак будет рассказывать работу Formality Conjecture Концевича, которую Концевич написал еще до той работы, в которой я вел этот курс. То есть доказательства в этой работе отсутствуют, но другие доказательства были совершенно другими, через теорию препятствий, так сказать. И основной месседж, который я прокомментирую, который в конце наклада, что если вот то же самое сделать в некотором другом сеттинге, то есть вместо алгебры Ли для Е2 алгебры, то мы подойдем просто к подходу Тамаркина к доказательству формальности. И, собственно, вот на самом деле я считаю, что педагогически это самое лучшее вообще введение было бы в подход Тамаркина, потому что вот реально то, что делал Тамаркин, это ровно то же самое, только вместо оператора Ли он использовал оператора Е2 алгебры. Все, теперь, Саша, взял вашу. Да, ну я не знаю, я могу как бы повторить задачу, в чем она заключается, или... Да, и еще я заодно, может быть, немного скажу вообще, то есть я, по-за того, что я докладываю, немножко лучше понял смысл слова «контактование» в этом контексте, вот я могу как бы поделиться тем, что я понял. Ну, это не все время делитесь, то есть оставьте... Нет, наоборот, я думаю, что время будет. А вот, значит, нужно сказать определение симпатического многообразия. Окей, значит, вот есть симпатическое многообразие, значит, и есть многообразие по Сона, да, то есть что такое многообразие по Сона? Это гладкое многообразие Х, снабженное скобкой по Сона, относительно которой, значит, так что вот для любой гладкой функции вот это отображение является дифференцированием. Вот это дифференцирование алгебры, то есть алгебра классической функции, то есть ему соответствует какое-то электронное поле, Х, Ф, соответствующее электронное поле. Ну, я, значит, не знаю, тоже знаю, что симпатическое многообразие естественным образом имеет структуру многообразия по Сона, потому что, вот, в общем, у нас есть такой функтор, ну, в общем, можно просто сказать, в общем, здесь у нас есть х многообразие по Сона, ой, симпатическое многообразие, симпатическое многообразие, это уже определение, скажем, симпатическое многообразие. вот у нас есть естественное отображение из звездочки x в tx где-то косачное-косачное пространство это из того что форма не выражена у нас есть такой такой изоморфизм и вот теперь если у нас есть какая-то так мы получаем в общем композицию такое вот отображение которое гладкую функцию строится для данной гладкой функции и данного вектора в мы просто дифференцируем вот направляем f в в отправляется в в точке p отправляется в производную по направлению в этой точке и вот эта композиция дает нам вот это отображение которое который дифференцирование оказывается значит в общем вот асимметрическое многообразие асимметрическое многообразие это как бы это вот такой формализм классической механики да то есть как бы классическая механика асимметрическое многообразие так мы имеем значит многообразие полосона связано с какой-то отображение из-за невыраженности которая и теперь я могу сопоставить гладкой функции могу сопоставить векторное поле гладкая функция отправляется в такую такую форму которая вектор в отправляет в дифференцирование функции это направление в этой точке я получаю число из меня функция точке по направлению это идущит число это сайтами это один форум правильно и вот 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 так вот в общем от награде полосона это получается чуть чуть более как бы такой немножко в общем это примерно классическая механизма чуть более общая соединка любой из награде полосона получается симпатического вот но мы будем работать с награде полосона да она должна две функции да да вот это отображение будет дифференцированием да то есть да то есть это это отображение который управляет же в скобку xg да это значит что это отображение из алгебры а в алгебру а отображение d из а в а где а это алгебра называется дифференцированием если она линейная если она удовлетворяет по его лебница вот это утверждается для любой гладкой функции применить форму к функциям мы не можем она как бы она векторами брать у нас два форма да она умеет брать два вектора . возвращать число вот понятно определение окей вот это классическая механика то есть вот вам такую форму значит надо построить исходя из симпатической формы потому что она не выражена это естественное отображение просто если бесконечности всегда есть такое в укасательное расслоение которое я не знаю ну да как бы да ну а конечно точно да это действительно дифференциал драма да 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 это оно вектор ну да то есть я получил вот это вот как то что мне нужно получил то есть ну я можно сказать что то что надо или можно сказать что есть две функции то я получу построю по первому векторное поле а потом продифференцирую и получу функцию можно я попробую записать потому что кому-то будет понятно если это правильно скажу если это дн то значит rg среди всего имеется в виду что он является а это значит вот это вот некое поле вот это вот связанное с f и переверненное g это вы сначала берете вот это по функции b сначала берете деференциал драма а потом что такое значит вот квантование это вот что значит если у нас есть какая-то алгебра а теперь просто пусть а это ассоциативная алгебра то есть можно думать о ней как вот об алгебре гладких функций симпатического многообразия то есть она как бы кодирует значит кодирует структурой на ней есть так как она не есть скобка то есть это это не просто на самом деле ассоциативная алгебра полосона она не есть такую скобку но это вот здесь написано самом деле вы просто вот как бы просто многообразие это такое многообразие что его агброглоке функции снабжена структурой алгебра полосон то есть на ней есть такая бинарная операция которая по-коррегатно является дифференцированием вот вот есть агбра полосона тогда и и квантование это это алгебра формальных степенных рядов вот у меня относится определение пусть это так значит тогда вот агбра формальных степенных рядов но это называется я понимаю деформационное квантование как-то так в общем концевич пишет деформационное квантование а а значит если это это такая алгебра и она еще снабжена старт звездочка произведениям то есть которая как бы как-то дают два элемента два формальных ряда а то вот их произведение равно сейчас вспомню хороший вопрос я не знаю нет конечно устанавливается просто для любого просто можете то есть мы по симметрическому многобразию строим да мы по нему строим форму нет 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 это образ он вообще нет даже многообразия по словам не обязательно приходит из сместимого газа приходит симметических это просто конструкция такая многообразия просто вот такая скобка и есть другие многообразия по словам у вас синхронтическая многообразия задается некой форме которая сечения вот и она должна быть замкнута и по определению каждой крышке не выражена вот поэтому вы по этому делу можете написать гамма вот используя вот этот изморфизм в начале в 2015 года мы будем делать это дальше ну а значит можно построить вот прям в 2-3 просто применить по члему вот это поточечное изморфизма добавимое этой форме вот и вы приходите к тому что есть такое гамма которая отсюда этому делу принятие вот это то что мы называли бивергеном толиком Теперь, значит, вот утверждение, что d омя-то равно нулю приводит к тому, что вот скобка Сколкина, как мы подходили, гамма с гамма... Сейчас я когда-то мог помнить. Что? Ты посказаешь? Потому что тут нет звёздочки. Два форма — это если была бы звёздочка, а тут нет звёздочки. Но звёздочку убрали, используя вот эту двойственность, за которую даёт синтетическая форма. Но у нас синтетическая форма невынужденная. Это означает, по определению, что вот эта омя в каждой точке даёт спаривание. t со звёздочки x, t со звёздочки... Ну или скорее t со вот так, да? То есть вы можете подставить два вектора, ну да. То есть вы можете в каждой точке, у вас есть омя в точке x, вы можете два вектора, там, d или d в точке x, два касательно вектора подставить и получить число. То есть у вас, значит, эта форма задаёт в любом случае любое вырожденное, невырожденное некое спаривание на tx, на каждой точке x. Но в определении синтетического многообразия требуется, чтобы это спаривание было невынужденное. Т.е. чтобы оно взглянуло изомархизм с двойствами. Поэтому вы можете как-то поднять там или опустить индексы, и с самой омя вы можете применить вот это вот W, которое по этой же омя строится, вот этот изомархизм, и получить сечение гаммы из гаммы квадрата t на x. То есть вот теперь убеждается вот это вот дело, оно нужно, что скобка сколота на нулю, оно нужно для того, чтобы вот эта вот скобка, которая так вот построилась, удовлетворяла множество и коми. Т.е. это будет не всегда. Это в новом случае d омя равно нулю это будет, и доказывается это таким образом, что из d омя равно нулю следует, что скобка сколота равна значит нулю. Но вот отвечаю теперь на вопрос, а в обратную сторону верно или нет? Нет, неверно. Потому что вот у этого бивертольного поля мы не требуем, чтобы оно было невынуждено. Т.е. вообще говоря, бивертольное поле, вот бивертольное поле, как гамма, которое сечение гаммы 2, t, x, оно нам тоже даёт, оно нам даёт соответственно по аналогии вот с тем, что я тут написал, оно нам даёт спаривание, только на каком сайте нужно строить. Т.е. у нас есть омя-1 и омя-2, которые лежат по касательному слою гамма, мы можем взять гамма, и значит подставить омя-1 и омя-2. И вот эта вот как бы штука, это число, вот, и это число значит оно, ну это нам даёт некое спаривание. Т.е. со звёздочкой, но вот это спаривание мне обязано быть невынуждено. Т.е. оно может быть вынуждено, но это спаривание, ниоткуда не следует, что это спаривание определяет изоморфизм, когда со звёздочкой с Т на Т важную, со звёздочкой, что то же самое, что Т. Вот это неверно, т.е. мы не требуем, чтобы оно потерял изоморфизм, и поэтому правильно относиться таким образом, что если у нас есть в ассо-номокарказе, то оно как бы расслабивается, в смысле слоения, на такие симпатические листы, на максимальный ход пространства, обречения на которых, он за действующего права задаёт уже невынужденное спаривание. Т.е. грубо говоря, у ассо-номокарказе такое слоение на синтетические листы. Т.е. я больше не могу болтать. Т.е. я больше не могу болтать. Т.е. если вам интересно об этом почитать, можете написать что-то типа там поассон фолиэйшн, я думаю, вот так-то так, как я говорю, цирплятик лист, цирплятик лист, но поассонной. Т.е. я просто хочу физику летом изучать. Но, в общем, вот, если у нас есть аукбер по ассоне, то вот ее деформационное компонтование – это аукбера формальных степенных рядов, снабженная вот старт-продукт таким, что… во-первых, мы просто от него в любом случае требуем, чтобы оно имело вот такую форму, т.е. здесь произведение плюс формальная переменная. Вообще говоря, здесь стоит, вообще говоря, вот у такой аукбер здесь стоит просто какой-то тоже B1 от FG и так далее, B2, B3, где вот это – это бидифференциальные операторы. То есть, тоже по каждой переменной, то есть они линейные, по каждой переменной это фиксирование одной переменной, это дифференциальный оператор по второй переменной. Вот. И вот, как бы, вот такая вот алгебра рядов старт-продукт называется дифференциальным квантованием алгебра пуассона, если ее B1 совпадает со скобкой пуассона, которая у нас была. То есть, это вот как бы я как-то так понимаю, что это вот, как бы, ну, вот это как бы… Эта штука описывает какую-то квантовую систему, которая как бы… У предела которой при h1 дает нашу классическую, да? Как бы… Ну… То есть, что… То есть, она должна быть ассоциативной не аж самому люту, а не какой-то другой, кроме аж самому люту, ставить нельзя вообще априори. То есть может там получиться, что какая-то сходимость есть для каких-то маленьких карт, но это априори, единственное значение, которое можно поставить, это значение аж самому люту. Да. И он имеет такой вид, да. Нет, 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 B1 просто равно. Он написал в основном место B1, а сейчас уже написал скобку. Да, 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 в органскопке это и есть скобка Пуассона. Да, вот тот факт, что я так понимаю, что тот факт, что любую лавку группу Пуассона можно деформационно квантовать, это следствие Тиреона Концевича вот как раз. То есть, что вот мы доказываем, из его формальности это и следует. То есть, что… Более, в количестве абблизма, частности, с количеством абблизма формальности, создает… Он отображает, как бы, издает такой куш-форморд на решение уравнения марокартана в левый. Он имеет решение уравнения марокартана в левый, а вот и поведительное в использовое решение марокартана в левый. В основном бе-вектор это в то, что в этот самый хокшевский комплекс от симметрической алкоголевой созрёжки, чтобы он подъединился. Но за счёт это им бесконечно с морфизом, то есть он переводит это в две держа алгебрии. Решение уравнения Мару-Картана это x в первой группировке алгебрии такое, что dx плюс половинка xx равно нулю. Игуль переводит Мару-Картана в эти поливекторные поля, в Мару-Картана от Холшинка. И после этого вы берёте в поливекторных полях d равно нулю, поэтому остаётся только скобка. То есть это такое гамма, которое бивекторное поле, потому что сбит на единицу, да, вот здесь, здесь тоже. Бивекторное поле такое, что гамма с гаммой равно нулю, то есть ровно то, что вы получили. Когда мы получили это вот хренье с теоремой нормальности, нужно взять h бар гамма, это по-прежнему решение уравнения Мару-Картана, и вот применить то, что мы называли вот у с нижней звёздочкой к этому решению, значит, Мару-Картана. Я напомню, что это было у 1 от h гамма плюс там у 2 от h гамма h гамма плюс так далее, тут половинка плюс 1 шестая, 3 там и так далее. То есть такая потенциальная формула. И вот мы показывали, что это на самом деле является решением Мару-Картана в комплексе Холшинке, да, с другой стороны, любое решение Мару-Картана в комплексе Холшинке задаёт вот такую штуку, у которой первый член, но потому что вот если посмотреть, кто у неё тут стоит в первом порядке по h бару, стоит u1 от h гамма. u1 это просто вот отображение Холшинка-Костер-Зенберга, то есть вот u1 от гамма, она действует на две функции, на f и на g. И это по определению просто отображение Холшинка-Костер-Зенберга, то есть просто взять гамма и спарить его с dm на dg. То есть точностью до половинки это ровно то, что тут написано. И вот это то, что вот эта вот формула буквально даёт в первом порядке по h бару. Поэтому если мы знаем, что вот это вот всё есть решение уравнения Мару-Картана, то мы видим, что вот в первом порядке это действительно даёт вот такую вич, которая есть споккуассонно ассоциированная с эти гамма. Да, вот мы будем как бы доказывать это, это же пытаться, значит, другим способом. Только, значит, я не знаю, надо напоминать, что такое t-поле и теанима вроде... Ну, я не знаю. Ага, ну хорошо. Значит, да, то есть в общем... Про что как бы гипотезоформальности? То есть теорема, собственно. Значит, о том, что вот мы берём две dg-алгебры, вот у нас есть х гладком многообразия. Значит, мы с ним связываем две dg-алгебры Li. Одна — это просто алгебра полиэлектронных полей. Поли x — это просто, ну просто, в общем, n внешняя степень от tx, в общем. Вот, и, значит, значит, а вторая — это... Ее, как настоящая, посещает ее d-поле от x. Это, как бы, значит, отображение следующего, значит, следующее отображение. Это... То есть... Сейчас... Да. Да. Только надо, значит, да, надо, чтобы я правильно говорил, чтобы было понятно. Это две dg-алгебры, да. То есть что такое dg-алгебра Li? Это цепной комплекс, снаруженной структурой алгебры Li, которая вот согласована с дифференцированием. То есть... Вот здесь, значит... У меня просто стоят вот такие... То есть вот это вот tn, это... Только вам нужно, чтобы это было алгебра Li, она должна брать два векторных поля, которые в вашем случае подлежатся к кондиировке 1, и производить по нему некондиировку 2, которые будут, если это было как бы... Да. Поэтому надо сдвинуть к кондиировке. Да. Да. Да, спасибо. Спасибо. Да, то есть вот как бы это... Как бы вот так можно написать, наверное. Значит, и... Значит... А это просто, да, это просто под... Вот, в общем, мы берем... Вот есть комплекс... Значит, здесь дифференцирование, здесь нулевые просто. То есть здесь просто все d равно нулю. То есть комплекс, как комплекс это тривиально. А тут это, значит, чуть посложнее. Вот мы берем... Значит, с каждой алгеброй Li... В смысле, с каждой алгеброй просто можно снять такой комплекс... Хош... Как бы... А в степени... Н плюс 1... Тензор как бы... А... То есть Н плюс 1 тензорная степень... А вот... Не Хош, а Хом, да? Ты можешь написать. А... Это же Хом. Вот так? Нет, Хом как хомом. А, ой, здесь уже да, конечно, действительно. Да-да, спасибо, да-да-да-да. Да. В смысле... То есть да. Хокшильд от А, Н. Это вот такие морфизмы. Значит, и... Ну, значит, то дифференцирование здесь, значит, оно поделяется так. Если у нас есть... Так, сейчас... То есть, грубо говоря, это может быть внутренний хом. Ну, может быть, это не совсем важное замечание, но в смысле это хом, который, например, если А это... Ну, вот так. Но хомом внутренним, слушай, это некий, например, комплекс. То есть это хомо, это не она, а это грубо, а это некий комплекс, некий пространство. Да? Ну, в общем случае. Угу. Если А само по себе это Ж, то тогда вот это... Да. Это как бы... Да, но у нас А это просто алгебра, да? Ну, допустим, да. Это независимый случай. Нет, нет. Я просто, да. Просто, да. Я просто уточняю, чтобы вы понимали, что у нас А это... Ну, в данном случае просто алгебра, это у нас просто военная степень, вот такая штука стоит. И дифференцирование мы определяем так. Значит, если... Вот нам дали... Значит, дифференцирование, в общем, F. как оно будет действовать на А0, тензор и так далее, АН плюс 1. Это А0, F от А... В комплекте там. Значит, тензор АН плюс 1 плюс сумма по И от нуля... От одного... АН, скажем... Значит, здесь будет... Ну, в общем, так. Значит, А... Значит, А... Здесь, в общем, А0, тензор и так далее. И мы вот как бы... АН плюс инстарт перемежем, в одну позицию ставим до АН. Ну, еще последний член мы не можем доживать. То есть, у нас как бы это вообще простая форма. Но... Значит, плюс АН плюс один... АН... Конечно, да. Да. И... 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 Минус один. Ну, да. У нас... Наверное, в какой-то степени... Да. Здесь минус один степень АН плюс один, наверное, но это... Вот во всем, что тут написано, первый знак плюс, самый первый. А, ну да. А, ну да. Дальше они чередуются. Да. И... Ну да, тогда все сходится, да. Здесь минус один... Да, значит... То есть, когда... Вот так бы мы тут и плюс один ставим вместе. Ноль с нулем, а сделайте не можем, поэтому мы и выносим его. И с СН мы сделайте не можем. Последний. Поэтому мы тоже выносим его. Ну, F имеет... F, F, F имеет брать N плюс один аргумент. Поэтому вот оно применяется. Как F, F, N плюс один. Так мы определяем D, F от N плюс два аргумента. D повышает степень. Вот. Это комплекс Hochschild. На нем еще есть скобка. Это даже алгебра. На нем есть скобка еще, по-моему, там... Скобка... Определяется так. Кружочек. Пси минус... Пси F... Ну, там минус один... В степени... В степени... Как бы F, видимо... Ну, ладно, залезем от МС. Лучше объясните, что так разокроза же. Да. Да, в технике произведения, по-моему, да. То есть... Ну, произведение, другого, F, нужно считать, ну, если это иксалер, ну, а, то нужно же как-то какая-то иксалер. То есть нужно считать 7. Да, да, да. Что-то про это писал. Гукин... Короче, кто эту скобку вел... Как скобка называется? Герсонхайбер. Герсонхайбер, да. Он писал, что там, да, как-то отличается. Да. То есть степень, она... Она 1 меньше, чем... Да. А кружочек, это, значит, просто FI кружочек PSI от A0 tensor... Ну, то есть пусть у нас это имеет... Как бы это умеет N аргументов брать, это N. То есть это имеет степень N, это имеет степень N, скажем. Тогда здесь получается до N плюс N минус 1, видимо, равно... Тензор умножить на PSI... Еще сейчас... Да. Вот... Так, ну, еще и не он проявляет со скобками... Есть такая структура, вот тут Аршах написал, это, на самом деле, называется как product, это вот так вот. А fCircle в сайме, это такая сумма, потому что там со знаками, тут нужно взять b, 0, 1, так далее, сумма 2i, тут нужно, начиная с какого-то и этого места взять и писать, А, конечно, да, да. Вот, ну тут, соответственно, a i плюс n, например, дальше скобка закрывается, и дальше уже идут аргументы, вот как мы видим, a i плюс n плюс 1, так далее, a m плюс n. Вот, и, ну, знаете, не будем идти, а вот, и на самом деле, вот если взять d и нам c, это в общем-то, вот это такая формула Герцеля-Джонса. Герцеля-Джонса. Герцеля-Джонс. Вот, и сейчас есть такая формула, что вот если взять d, а d, это, соответственно, будет на инфицирую больше степени. сейчас следует что вот это вот то что написал вот здесь вот аршак хоть оно буквально не коммутативно это понятно что если вы как бы переставляете фи и пси то оно не есть то же самое ну то есть правильно написать конечно не совсем так правильно написать вот это минус плюс дфи и подставляется какое-то место все аргументы вот как здесь чередуется начиная здесь формула обобщает скобу вековных полей потому что если у вас ну ситуация такая же допустим V от F то есть просто векторное поле подействованное на F от C от G это соответственно векторное векторное поле W подействованное от G тогда в нашем случае это будет ровно один шлем потому что ну есть только одна возможность заходить то есть вот F circle C от F да будет очень невозможно будет потом значит выберем V от F и потом V как все знают V от F это V от F минус V от F что как все знают V от F это V от F это V от F минус V от V от F что как все знают V есть просто скобу вековных полей и римунная F это да 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 вот то есть на самом деле к этому нужно относиться не к мотативным обобщениям ну с одной стороны у вас даже на поле вековных полях есть обобщение скобки вековных полей вот это скобки все равно, здесь, там Г, жены вот если активно zero то есть это имеет смысл для любого для любогоTH даже solving важно как бы то что вообще говоря имело смысл для гладкого многообразия у вас начинает иметь смысл графнуть с на гладком многообразии у вас начинает иметь смысл Strategic Co у вас начинает병ить смысл для любого Algo в обществе для коммунитетического некоторые командирования то, что это циклического комплекса и так далее, что это карман путин и фантастиками днями. Понятно. Я потом спрошу еще кое-что по этому поводу. Окей, значит, ну, в общем, вот мы определили комплекс фолшиль, да. Желание, точнее, не просто комплекс, а даже алгебру, а вот это наша желанная дж-алгебра, это просто по алгебрам, ну, да, по алгебрам там, на ленте, значит, локально выглядит как дифференцирование, то есть, в общем, д-поле от x это под алгебра, под дж-алгебра, хокшильд c-бесконечность от x на следующих элементах. То есть, если мы берем какую-то карту, в какой-то карте, там, u, f, и, значит, они должны иметь вид следующее. Они берут, как бы там, f, f0, tensor, fn, да, и отправляют в сумму, там, c и d, там, i1, от f, d и 0, от f, d и n, вот, ну, как бы где, i это, в общем, i это какой-то глобальный мультииндекс, который составил из мультииндексов и 0, и n, то есть, ну, я так напишу, и 0 плюс и n, то есть, в мультииндексе, я, так бы, думаю, как о карте же, просто в равных чисел, в м степени какой-то k, вот, и их можно складывать. То есть, сумма по некоторым, в общем, по некоторым, ну, какая-то конечная сумма по какому-то набору мультииндексов i, вот, из-за там какого-то набора j, там, множество мультииндексов. Вот, если я ничего не путаю, то это принципак, то есть, вот это, это, значит, какие-то дифференцирования, вот, мультииндекс i0, то есть, какой-то набор частных производных функций i0, это, получается, функция, которая зависит от точки, и это только тоже зависит от точки, это функция какая-то, вот, и вот в карте, в карте это отображение будет так, ну, дифференциальный объект какой-то в каждой карте, вот, ну, и... ну, и... здесь это просто... сейчас... так, сейчас... извините, да, с кубкой... я определил все здесь... с... все... с... 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 надо исполнить какая-то формула. Она не очень сложная. Сейчас. Просто вызывалось у вас уважение в том, что вы просто задумываете. Вы решили записать, а вот внешнее произведение... Конечно, конечно. Да, сейчас. Да, вот. Отправляется в φ0 тензор φn отправляет в 1 на n факториал сумма по всем перестановкам сигма из сигма n знак перестановки на произведение и от 1 до n векторная поля с индексом сигма i как бы сигма от и перестановка применяется к фи от функции фи и. То есть она дифференцируется по этому векторному полю. Вот. вот такое получаем. Вот. То есть оно по построению имеет такой вид. То есть мы фуса интересуемся по каким-то вот векторным примерам. Локально это вот как раз такая штука. и значит вот изображение вот теорема значит Хокшлитт-Розенберга и Кольстата считает, что это отображение это квази-изоморфизм комплексов. То есть изоморфизм весь смысл формальности Контрайвича в том, чтобы как бы в общем мы хотим продолжить отображение ничего сделать не можем. Мы хотим думать мы хотим как бы об этих джанграх или думать об эльбисконечных алгебрах и продолжить отображение отображения эльбисконечных алгебр так, чтобы мы получили как бы эльбисконечность изоморфизм Продолжение дали бесконечный изоморфизм Я хочу замечать пожалуйста что в ней в токологии он индукцирует пайл вископы То есть на левую часть у вас джанграх в району а на правой части джанграх в району вы можете вас спросить вот я если мы у нас на левой части в району то у вас как бы всегда эти вверхные поляже отображаются в токологии в токологии в токологии хаттемы изникает индукцированная сколка просто индукцированная сэлла и вот это отображение на гомологии оно уже переводит сколку в сколку если гомология не переводила то не было никаких шансов получиться историческую артизку первым делом надо проверять совпадение сколок в гомологии а дальше если это совпадение не место можно спросить а верно ли более сильно что есть эстетическое артизку понятно да да строго изоморфизма нет строго изоморфизма нет может быть да почему да вот значит как из того что из как из формальности концевича следует что любую алгоритму основной можно квантовать нет бывает я думаю что можно сказать что я объяснил тем более что это было на самом деле крайне не рассказывали я очень плохо сказал в общем грубо говоря с каждой алгоритм мы ассоциируем то что называется малкарта алгоритм это палп-поделение множества x из первой гадуировки вот такое что дx плюс половинка x x равно 0 все некое такое магическое уравнение вот и вообще верно следующее пусть есть отображение сначала фи фи g1 g2 которое отображение джал гури то есть это означает что фи от dx равняется d фи от x и фи от скобки равняется скобки вот тогда фи от x где x решение мару картана g1 и принадлежит мару картана g2 и это просто очевидно потому что мы тут используем дефенсалы скобку если фи все это сохраняет то значит и уравнение сохраняется в нашем случае у нас нет такого фи у нас есть л-бесконечность отображения то есть у нас есть л-бесконечность отображения d жал гури g1 g2 это что-то может быть Аршак даст определение если захочет я не знаю но вот в общем если это есть то тоже самое верно что решение уравнения мару картана g1 если это у то есть у со звездочкой из мару картана ну я не совсем на самом деле строго сейчас это делать пишу потому что на самом деле тут надо еще писать какую-то там артиновую или полную алгебру вот ну допустим надо понимать совершенно отлич вот то значит вот оно устроено так что если у вас есть x то значит x это элемент из первой градуировки такой что dx плюс одна вторая x x равно нулю то вы определяете вот тут со сброзочкой от x вы определяете как u1 от x плюс половинка u2 от x на x вот заметим что x оно это как бы в смысле внешней степени но x имеет ну ну степени 1 то есть для элементов в степени 1 внешняя степень коммутативна а не косокоммутативна поэтому это вообще говорит не ноль плюс одна шестая u3 от x x x да ну плюс так далее то есть общий член это одна на n факториал u1 x на x там n раз плюс так далее вот и убеждается что это все будет снова решением уравнения Мара Картана и собственно вот отвечая на ваш вопрос ну тут строго говоря нужно еще написать некую любую алгебру там коммутативную алгебру а вот здесь чтобы она переводила ну тогда просто это все по а-линейности и отвечая на ваш вопрос как строится нужно взять гамма которая полосу на 3 вектор ну собственно я просто повторю то что я там уже сказал вот этот полосу на 3 вектор вот или в наше то назначение конша ну пусть вам будет да вот тогда значит нужно вот и надо первым делом написать вместо гамма надо написать h-bar гамма ну это тоже Мара Картан только уже там g1 умножить на эти там формальные ряды ну поэтому я и говорю что нужно забрать любую а коммутативную то есть если у вас а это коммутативная алгебра коммутативная то вот эта штука это снова даже алгебра линии и это верно для алгебры над любой оперативной вы можете всегда изменять базу умножая на коммутативную алгебру вот мы это обсуждали в первом семестре а что значит изменять базу только ну в каком-то смысле это можно считать что это у вас алгебра лимни в каком-то смысле у вас было над полем а стало над некоторым кольцом то есть это же алгебра линии над кольцом ну вот над этим коммутативным кольцом и всегда мораль в том что я тут сказал заключается в том что если вот это была алгебра линии то и это будет алгебра линии если вы все операции сделаете линейными и тут вы используете коммутативность ну то есть вот я это объяснял ну вот смотри сколько якобы например если взять x1 x y z вот ну плюс так далее там три члена равно нулю теперь можете заменить взять а1x на а2y на а3z ну плюс там так далее должно быть равно нулю почему это равно нулю ну вот это вот у вас значит равно а1 по определению а3 на x y z да вот а дальше у вас вот следующий член будет уже в заключительном порядке то есть будет а2y на а3z на а1x это будет равно соответственно как мы понимаем а2 а3 а1 а1x z x и грубо говоря если мы знаем тоже свои коби мы хотим вот для таких вот сущностей тоже свои коби тоже получить нам нужно предполагать что все вот эти а коммутируют и это верно для любой оператор вот короче говоря вы берете значит вот это вот аж гамма и вы изменяете вот эти скаляры делая их формальными ряда вот это ваше а вот и все это дело значит применяете и вот и если вы изменяете так то вы можете взять даже бесконечность морфизм из g1 и g2 и тоже его продолжить там написав тут а и расширив по линейности то есть ну это верно вот поэтому вы можете просто взять вот аж гамма аж гамма это бивекторное поле оно по основу то есть аж гамма аж гамма равно нулю это по определению вы такое берете то есть по основу означает вот это потому что это аж квадрат гамма гамма вот и дальше вы просто берете вот эту формулу и подставляете ну со звездочкой вот к этому вот аж гамма ну у вас получится аж у 1 от гамма плюс аж квадрат q2 от гамма гамма ну плюс там 1 шестая аж q3 от гамма 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 плюс так далее да вот и значит то что вам дает общая наука а именно говорящая что вот это вот это будет маркартан g2 вот эта наука вам дает что вот это вот будет паром картан в комплексе хопшинда да от там ну вот этом депоре а что вам это в свою очередь дает а это вам дает то что на самом деле мы доказывали даже и в прошлом семестре и в этом семестре доказывали такую вещь что вот для комплекса хопшинда маркартан во время маркартана имеет следующую интерпретацию что вот пусть у вас есть psi из а в квадрате в а вот и вы можете тогда а это стативная алгебра и вы тогда можете написать на этой а новое произведение а в вот просто определить как а умножить на b это вот плюс psi от а на b и значит спрашивается когда вот это новое произведение будет ассоциативно когда оно будет ассоциативно вот и ответ на этот вопрос который мы два раза проверяли поэтому я не буду проверять третий но стимулирую это некое упражнение на все эти формулы заключается в том что если и только если ассоциативно если и только если psi принадлежит вот этому вот мару картану в комплексе хокшинга значит он означает что dmc плюс половинка вот это d деперинциал хокшинга плюс половинка скобки гестнифайбера вот psi с этой точки зрения формула вот то что вы сказали устроена таким образом сначала мы значит по даме делаем hbar дама и производим такой формальный реактор мы знаем из общих соотражений но это не трудная теорема что это решение а тут мы видим что чтобы у нас эта формула давала нам нечто ассоциативное то есть чтобы мы могли взять просто старое и прибавить какой-то psi вот это будет снова ассоциативное если или только если вот это psi удовлетворяет мару картану поэтому если мы положим psi равно вот этому делу то мы получим соответственно формулу дамы понятно сказать ну как вот мы сейчас я могу повторить я все понял кажется вся суть в том что у нас есть изоморфизм из того что у нас есть изоморфизм между вот смотри у нас d поле d поле от x и d поле от x вот у нас есть такой n бесконечный изоморфизм неважно что это такое то есть это дж алгебра ли можно есть естественный функтор дж алгебра ли забывающий да и в том смысле что это что там больше как бы что вот вот дж алгебра ли мог быть не неважно вам на самом деле не нужны бесконечные алгебры вам нужно бесконечные алгебры есть такое понятие да хорошо да у нас просто есть короче бесконечный изоморфизм из того что есть бесконечный изоморфизм вот теорема такая что если у нас есть для двух дж алгебр если мы имеем вот в первой алгебре элемент удовлетворяющий уравнению Майера Картана вот я так понимаю у нас здесь гамма уд87 удовлетворяющий Майера Картана тогда то есть в то что уникар первые главировки но первые Kolleginnen так у вас ну стороны то есть это на единицу да ну точнее это они идут на единицу да так это бикторное поле да и вот это бикторное поле удовлетворяет проведение Майера Картана тогда мы Мы имеем вот так, вот тогда вот его образ, как бы, значит, да, тогда его образ, сейчас. Ну да, он умножается на ажбар, потому что что-то иначе это может просто не сойтись, в конце концов. Он же, по-моему, придет в бесконечной сумме, как бы имобили, без умножения там. Ну, либо на ажбар, потому что он умножит его на что-то нелепатентное, потому что иначе у вас не будет сходиться. Да, сейчас, сейчас, на самом деле, все-таки я не понимаю, пока их запомнил объяснение. Вот сейчас, вот мы хотим доказать, мы хотим определить старт продукт на, вот такой вот старт продукт, да, хотим определить продолжающий скобку по СОНа на алгебре формальных рядов, где этот старт, все бесконечность. То есть, вот мы берем, как бы, мы берем два формальных ряда, да, а как связаны с ними гамма? Нет, гамма это ваша фасонная структура. А, точно, да. По основному, да. Да, 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 точно. Да, 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 точно. А по основному наговразию задается, что вот в основном не вверх, как мы уже проходили в начале. Да. Ну, и есть, вот, это гамма, это попознение, означает, что скобка скобка, данность гамма равно любого, это означает попознение, что это решение уравнения пары «коктана» И дальше вы используете несколько элементарных соображений, и одно неэлементарное. То, что есть, это морфизм. Да. Тогда довольно элементарно показать, что это экспонсальная форма, переконяет любое решение уравнения Мара-Картана в решение уравнения Мара-Картана. Вы это применяете каш-пар-гамма, а дальше вы делаете то, что на нижней доске написано. Что если вы знаете, что ПСИ в решении уравнения Мара-Картана, в данном случае ПСИ это вот со звездочкой от Ашган, то это ИФ от ОНИ, значит, новое выложение А умножить на В плюс ПСИ от АДЦП, оно ассоциативно. Вот просто это элементарное выложение на определение комплекции. Если вы просто напишите, что такое ассоциативность для вот этого члена, то у вас, значит, члены вообще не с ПСИ, они сократятся, а будут членами нижней ПСИ и квадратичной ПСИ. Если вы так посмотрите, это организуется именно таким образом, как вот уравнение Мара-Картана. И вот тут, да, единственное, которое я еще упускал сейчас, остановил полностью, что, то есть, может быть, Илья, тоже надо сказать, полезно будет, что, значит, уравнение АДЦП, то Ж, Ж, то после того, что у нее умножится на контактивную ДЖАЛ, у вас это останется ДЖАЛ, НЕБЛИ. Для Ж, для БЕБЛИ, у вас две в наших случаях ДЖАЛ, НЕБЛИ, и вы можете каждую из них умножить на тот самый потенциал. Если у вас есть этот бесконечный смортизм, то этот бесконечный смортизм тоже может умножиться. Конечно, да. То есть, линейно просто сказать, что все вот эти O-Lent-ы, сделать их линейно, легко и лентно, если в вашей АДЦП. Да. Поэтому у вас, как бы, никакого нового отмышления не нужно, что вы просто применяете вот то, что это специальная формула, это будет Мара-Картана, Мара-Картана, и политично вы умножаете ваши основы. Да. Просто вот на комплексные числа, да? Да. По манере, да. Хорошо. Ну, на самом деле, честно говоря, у нас было на эту тему лучшее объяснение. То есть, просто формула написана. Было более принципиальное объяснение, но я сейчас не вылечу. Потому что иначе у вас тут все выигрывает. Да. Хорошо. Значит, вот. Да, ну. Вот надо сказать, что такое, значит, эллимписконечный маржинец, потому что мы хотим, значит, мы будем его строить. Точнее, пытаться, ну, в общем, обнаружить препятствия к его существованию. Да. Вот, значит... Направим, что я сказал, что это U1, это, значит, квази-изубавших комплексов. Вот. Он изучается 1, потому что это будет часть эллимписконечного отображения. Значит, что такое эллимписконечное отображение? Да, между D же алгебрами и лидами. Нам не надо бесконечность эллимписконечного отображения, да, не бесконечность эллимписконечного отображения. Просто... Просто, значит, что такое... Сейчас. Значит, вот если у нас есть две D же алгебрали, G1 и G2, D же алгебрали, это отображение F1 из G1 в G2, просто морфизм тоже алгебрали. Отображение F2 из внешней степени G1 в G2, сдвинутая на минус 1, ну и так далее. То есть, Fm из внешней степени N G1 в G2, сдвинутая на 1. Вот. Бесконечное. Семейство отображений. И вот... Это пока вот такой номер данных Концевич называет, и, наверное, может так и называется, приемель бесконечный сморфизм. И бесконечный сморфизм, это еще как бы выполнено... Это... Ну вот нам надо его написать, наверное, потому что... Нам придется его использовать. Ну да. Да, да, да. Об этом... Об этом... Да. Ну вот надо аккуратно выписаться, иначе... Да, да, да. В этой позиции у нас дифференцирование применяется. Иначе, а потом просто... Равно. Равная. Равная. Сумма по K. Л больше либо равно единице. K плюс L равно N. 1 делить на K факториал L факториал. Сумма по... Сумма из группы перестановок. Плюс-минус коммутатор F от K. Так, гамма сигма 1. Гамма сигма N. Ф, L, гамма сигма K плюс 1. Гамма сигма N. Плюс сумма по K меньше G. Плюс-минус FN минус 1. Вот. Гамма I, гамма G, гамма 1, гамма N. Вот такая вот... Да. Вы понимаете, что мы, на самом деле, раньше как хотели, почему это важно, и тогда я не буду сейчас говорить. Просто вот скажем, что это было важное общение в более слабую сторону, на вашем армии. А на самом деле, даже авторный, с которым приводит скоп к скопу, а вот здесь нет. Да. Вот. И... Вот, да, мы хотим, значит, пытаться его... Возьмите одну вещь на большую освобождение, я не считаю вас. Угу. 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 Если мы хотим сказать, предположим, что df1 равно df2 равно нулю, то есть предположим, что они как бы циклы, но это не обязательно, но мы это более простой случай. То есть сейчас гамма-1, ну да, в данном случае у нас d гамма-1 равно d гамма-2 равно нулю, потому что на гамма-2 просто дефенциал будет. То есть вот эти все они, значит, не циклы, то есть сказать, что вот эта вот штука, а f1 это отображение комплексов. Вот это очень важно, что при вот этом тожество и n равно единице, вот то тожество, которое Аршарк выписал, вот если у нас n равно единице, оно просто означает, что f1 вот с d равно df1, то есть просто вот f1 является отображением комплексов. Вот это вот тожество, как в самом простейшем случае. А чтобы понять, что оно так, что это тожество означает в следующем случае, вот, мы можем сказать, что вот на самом деле это означает, что f1 переводит скобку в скобку по модулю границы. То есть плюс, там, d от некоторого f2, от гамма-1, гамма-2. Вот, то есть это, собственно, вот на самом деле, вот, грубо говоря, вот теорема Холшко-Кост-Терезенберга, она в неявной форме, для неявного вот этого f2 говорит на самом деле следующее. Что вот такое, что f1 переводит скобку в скобку по модулю некоторой границы, вот, от некоторого f2. Вот то, что там делается, это вот это f2 реально выписывается, в частности, вот, и мы его выписывали, и первым условием, которое здесь возникает, вот, после этого, то есть при n равно 2, наше условие на самом деле означает, в общем, слушай, что f1 от гамма-1, f1 от гамма-2, вот, равно d, вот, f2 от гамма-1, гамма-2. Ну, там вот, если буквально писать то, что там написано, это будет еще там минус плюс f от гамма-1, гамма-2, минус плюс f от гамма-1, d, гамма-2. Но так как у нас на левой части d равно 0, то эти члены просто равны 0, и выживает только вот этот член, вот, который нам дает, что... Ну, по сути дела, вот, мы объяснили, что такое это тождество в гамма-1, в гамма-2, а дальше смысл заключается в том, что вот мы так бы, помимо того, что мы говорили просто, что вот по модулю некой гамма-2, то есть у dm2 имеет смысл в гамма-2, и не даром оно сблигает степенью единицы, вот, что эти гамма-2 должны быть в своем гамма-2, и вот это все должно быть с то жестью там до, как это, слои гамма-2 и так далее. И вот это вот мы забирали, то есть я объяснял вам на курсе более концептуально, почему вот это именно такие ложечки, на самом деле. Вот, хотелось бы ген-троэрисовать меню. Ну, значит, дальше вот, к концу я сделаю следующее. Дальше начинается новая история, то есть вот все, что вот сейчас, это в той или иной степени... Мотивация была, да. И сейчас начинается то, чего у нас еще нет. Значит, и тут мы просто говорим про... То есть мы уже немного забываем про контекст, в том смысле, что у нас какая-то конкретная решала выбрали, а мы сейчас просто говорим про произвольную. Пусть просто вот просто G какая-то дежа выбрали. Да, то есть, в общем, вот как бы теперь, значит, вот мы хотим... Мы хотим, кстати, обстоит, короче, смотрите, значит, еще надо искать, что вот у нас вот этот комплекс, здесь дифференциал не лепит, да, а это отображение, это изоморфизм на когмологиях. То есть можно просто говорить, что этот комплекс, это и есть когмологии этого, рассматриваемый как комплекс с нулевым дифференциалом. То есть мы просто берем когмологии и просто подключим их как комплекс, а все дифференциалы берем нулевые. Поэтому эта ситуация, она... Я могу просто так описывать, что у нас донады, жалли брали, мы берем ее когмологии и рассматриваем их как... Вы решите, что это только когмологии G, а только когмологии, вот это, да. Да, G1 это как бы H от G, да. И, значит, как бы, то есть оно... Вот это, в общем, все, значит, это, значит, с нулевым дифференциалом. С нулевым дифференциалом. Да, значит... Сейчас, значит, ну... Ну так, чтобы было согласовано, да, то есть мы хотим сказать, что... Если надо взять два цикла и показать, что из-под, это обычная определенная G, а из FG, это снова цикл. Реально вам... Да. И... Уже надо сказать, что прибавление границы, это снова прибавляется граница. Да, хорошо, значит, пусть А, Б это какие-то циклы, уже тогда что такое... Значит, значит, надо понимать, что А, Б это тоже цикл, да, то есть... Ну, что такое ее граница, это... Так, это, значит, я так понимаю, Д, А, Б плюс минус один там в степени... В степени А, но неважно. Ну да, да, А, Д, Д, Б, да, что равно нулю, как бы, да, обе части просто равно нулю, потому что эти циклы... И пусть теперь... Да, 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 пусть А это граница, Б цикл. Граница, Б цикл. Мы хотим... Вот у элемента А, Б, мы хотим сказать, что А, Б это тоже граница, хотим найти у него какой-то прообраз. То есть, сейчас... Значит, давайте тогда скажем, что А это... Ну, то есть А равно Д от какого-то А штрих. Так, и скажем, что это Д от А штрих Д. Потому что Д от Б равно нулю. Да, совершенно верно. Но у нас в прошлой эпохе не возникает вопросов, потому что... Да, из корректности она просто... И, значит, это вот такая даже алгебра Ли. И вот мы задаемся вопросом, значит, о том, когда мы можем... Вот у нас есть отображение, естественно, да, просто из G в G1, как для же алгебрии, которая, ну... Ой, конечно, конечно, да. Значит, которая... Сейчас. Я не прав, сейчас, Саша. Нет, вы правильно говорите. Нет, у вас оно есть, просто вы считаете, что у вас есть какое-то дано. Да, 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 нам действительно дано, да. Мы пользуемся результатом Кокстера, значит, Розенберга о том, что... Не Кокстера, а Костера... Да, 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 но в классе изоморфизм на когмологии, то есть, мы этим пользуемся тоже, что оно устанавливает этот самый изоморфизм, потому что RG1, так как когмология G. И мы вот, да, спрашиваем, когда можно продолжить его дали бесконечность морфизма. Ну, давайте, значит, вот, то есть... Ну, да, давайте так подумаем, как это сейчас... А, вот это просто... Можно... 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 Давайте... Вот так, сейчас я... Ну, что, хотите, пожалуйста... Да. Значит, вот мы будем строить как бы по индукции этот LVTX морфизм. То есть, вот мы как бы базу мы имеем просто, предполагаем, что у нас есть такой морфизм, потому что это наша ситуация. То есть, мы строим вот эти компоненты у ЛVTX, потому что мы в факт предполагаем, что 3 равные делицы, у нас она построена, и у ЛVTX выбрали любым образом LVTX, который просто базится по птицам комплекса. Такой LVTX всегда существует, это там общий консенс. Мы не требуем, чтобы LVTX переводило сколько в скобку, и требуем. Нет, конечно, мы тогда бы победили бы. Хорошо. Да. А не значит, мы хотим просто предположить, что до N-кого члена, или там до N-кого какого-то мы построили, а хотим построить и P-1 или... Да, да, мы построили F1, Fn. Вот что нам надо, чтобы мы определили Fn плюс 1? Ну вот у нас для любого N, нынешнего равного N, имеет место для тождества, да, по определению, значит, электричества морфизма. Давайте в этом тождестве перенесем вот этот слоган на правую часть, вот, которая здесь минусом. Мы получаем, как бы, что... Ну, я, наверное, не буду себе привиться, а то это очень долгое время много занимает, но я просто как бы напишу, что мы... Как выглядит формула. То есть вот мы получаем, что вот это вот равно получающейся правой части, когда мы переносим вот это вправо, да. Так, ну здесь теперь надо, значит, пользоваться тем, что у нас вот здесь, у нас специальная инфляция, у нас вторая держа улеволит, там дифференциалы нулевые. Значит, вот, например, что это значит? Это значит, что вот эта слога... Сейчас. Ну, да, вот эта слога... Сейчас, извините, соображу. Мы убьем это... Да, то есть вот... Вот эта ноль, да, правильно? В этом ноль же должно быть просто. Да. И... Все, как раз. Ну, правильно, да. То есть у вас есть то, что просто знак... А, ну да, то есть просто он просто, да, он должен исчезать, собственно, да. То есть просто вот то, что... Да, угу. Значит, получаем просто правую часть. И вот этот элемент, значит, сейчас... То есть равно надо определить fn большой плюс 1. Да, значит, у нас тут какие-то то же свои есть, да. Мы хотим определить fn плюс 1. И вот так, чтобы для него было верно аналогичное творчество с индексом, равным n плюс 1, да. Здесь тоже это будет ноль, и вот это будет правая часть такая. И вот получается, нам надо, чтобы вот этот элемент был границей. Тогда у нас будет какой-то правая часть, мы можем определить fn плюс 1. Ну, тогда давайте определим вот такое отображение, фи, которое... Сначала вы хотите, чтобы он был как минимум цикл. А, ну, он, 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 он точно является... Да, но это довольно негативиальный, он упал негативиальный. Это как раз следует из вот этих множеств, которые мне там нужно писать. dfn, то есть вот у вас есть вот правая часть, то есть вы вот fn плюс 1 определяете... То есть вы сначала пишите вот просто правую часть. То есть вот для... ...большой f плюс 1. Да. Вот правую часть того, что там написано. И дальше вы хотите, чтобы эта правая часть была границей от какого-то fn большого плюс 1. Но как минимум вы проверяете сначала, что она является циклом. А дальше спрашивайте себя, когда этот цикл равен границам. Да. А почему если, значит, как... Ну, как... Ну, надо в геймбак вычисление провести, то есть провести, чтобы применить дельта. Вот здесь, например, получится дельт... Ну, как бы, получаем дельта fk, применяем кетологиз. Да, понятно, потому что совершенно верно. Да. И... Это может и не надо. Просто надо показать, что вы применяя последовательно вот эти множества при меньших n, вот, вы можете показать, что вот правая часть при n nachожеc1, она будет... Не будет вот правой части не будет n большого плюс 1. Да. То есть максимальный индекс, который будет в правой части, это будет n большого. То есть правая часть у вас уже определена. Вам только надо показать, что она является границей чьей. Вот вы сначала показываете, что она является циклой. Для этого вы используете все эти должности, если вы не получите. Ну да, тогда тут N-индекс, и мы... Ну тогда правая часть идет, то же самое, у вас как бы нужно, что не R, но правая часть все равно будет границей, но границей в этом смысле. Ну да, мы будем всему помогать, но все равно не надо переносить, просто мы понимаем границу, вот когда мы это говорили, мы понимаем границу, просто понимаем, мы понимаем, вот мы хотим, чтобы правая часть была границей некоторого, ну дальше, я не хочу это начать писать, под границей, вот правая часть, правая часть при N равняется N плюс 1, равно граница D, вот F, N плюс 1, при некотором F, N плюс 1, то что существует, да, при некотором F, N плюс 1. То есть то, что вы говорите, это на самом деле вы просто более правильно говорили, что такое граница, вот что такое граница от F плюс 1. А в общем случае, если у вас есть два комплекса, K и L, то вы должны, как бы, вот у вас есть какой-то там Си-Фи, который не обязательно отложение комплексов, да, то есть Фи, это у вас некая коллекция, вот сумма хом по A, хом от K, A, вот, ну и K, L, K, A, да, вот K, A плюс L, да, при некотором L, при некотором L, который фиксирует, ну то есть это у вас как бы отложение компонент, но при этом оно с детенциалом не обязано. Тогда нужно сказать просто D, просто по определению, как, значит, ну это тоже будет принадлежать, вот оно, который он лежит. То есть это будет принадлежать сумме, соответственно, к А, хом от K, А, K в V, 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 A плюс L плюс 1, вот, и эти вот элементы здесь, Вот что вы написали соответствующие компоненты k, a, k, l, a, l, 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 l. А можете его сделать наоборот. Вы можете взять сначала k, a, потом дефянсалов k его отобразить в 2 плюс 1, а потом вот это у вас будет фи, а потом вот этим фи его отобразить в l, a плюс l плюс 1. И вы должны взять разность вот этих букв с подавающими знаками. Это будет вот эти компоненты здесь вот. Отмечая ваш вопрос, в случае, когда вот тут границы, там, грамм на нулю, вам нужно d от r плюс 1 принимать в какой-то смысл. То есть эти границы будут фигурировать просто вот, понимаете, даже. Ну, я правильно понимаю, что если бы у нас не обнулялось бы, то даже если бы это был границей, мы ничего не работали бы дальше. То есть как бы, я думаю, что нельзя никакое вот аналогичное движение пытаться доказать Тамаркину, не сработало бы, если бы у нас там не было бы на него деференса уже, да? То есть все бы сработало. Да? Потому что вам нужно было бы... Ну, потому что вот то, что вы делаете, это вы посмотрите. Вы же вот хотите, вот, грубо говоря, у вас есть вот эта правая часть. Ну, давайте только какой-нибудь простой случай. Вот, например, у вас есть f1, там, с f2, там, гамма 1, с f2, гамма 2. Вот, минус, там, f1 от гамма 2, минус f1 от гамма 1, гамма 2. Вот это у вас, собственно, вот так выглядит вот эта правая часть в первом нетривиальном случае при n равно 2. Правильно я говорю, да? И вам нужно, чтобы это было под вопросом df2. Ну, вот. Да. Если даже, если просто я к тому, что нужно писать вот так, где вот эта запись, она как раз как бы занимает вот такое определение этих ременциалов, которые я тут написал. Просто в вашем случае вот эта часть, она равна нулю, потому что на поле метки на полярке деференциалов нет. А вот в смысле так, не то, что вы знаете, это вы знаете, что вот df1 тоже вот в этом же смысле. То есть у вас просто каждое вот из этих соотношений, которое вот у вас здесь написано, и оно тоже не для dfn, а для вот спорки, как dfn. Понятно. Понятно. Тогда вы просто применяете это все. Вот, может, кстати, вот выгудите это упражнение, и вот нам нужно, чтобы это было границей, но, допустим, мы это не знаем, но как минимум мы хотим понять, что это значит, что должно быть цифр. Вот. И как вы это делаете? Сейчас, кстати, выяснится, что вы упустили англичка этих качеств. То есть вот это вот отображение f1, оно как раз должно на кагомологиях переводить скобку в скобку. А, на кагомологиях. На кагомологиях. Потому что если вы этого не предположите, то у вас, ну понятно, что я хочу сделать. Я хочу как бы, ну, ну да, то есть, ну да, то есть, вот когда вы переходите, грубо говоря, к кагомологиям, f1 у вас является отображением комплексов, то поэтому реально там у вас есть просто на кагомологиях f от скобки должно быть равно скобки от f. Ну, то есть это, собственно, означает, что f1 на кагомологии, это должно быть изомархизмом на кагомологиях, но изомархизмом, переводящим скобку в скобку. То есть в этом смысле какой-то уравне, сказать, вот этого нашего вот такого, как здесь было написано, мы должны им предполагать, но при этом вот это f2 мы пока явно не знаем. Но мы знаем, что с той же судьбой какой-то границы это ведут. Да, да, да. И он действительно, да, я, консервисм пишет, что это изомархизм градуированных алгебролей, да, на кагомологиях. Хорошо. Да, и мы определяем, значит, вот этот цикл, мы хотим, чтобы это было границей, значит, и мы определяем, соответственно, отображение, которое контролирует наши препятствия, то есть отображение из L в степени n плюс 1, ну, то есть внешняя степень, в G1, 1 минус n, ну, то есть оно просто берет... Смай минус n, минус 1, или как-то так. У вас уже следующее, или я есть права? Нет, это я... А, наверное, я не права. Да, поле, что это еще нет. Значит, то есть оно просто берет вот как бы n плюс 1 полидеостренное поле и вот просто правоучаствует, в общем, берет правоучаствует, вот как форма тут написана, и она является элементом, она является циклом, поэтому мы получаем какой-то элемент в кагомологиях, а кагомология это из G1. Понятно? У нас есть отображение из G1 в G, которое, как бы... Сейчас, ну, это не надо... Ну, например, если у вас есть... Если вы знаете, что правая часть — это цикл, то вы можете в этом цикле вспомнить... Да. Это в кагомологии, в кагомологии, это тоже с G1. А то, что этот цикл вы знаете, вы его выводите из этих множеств, там, при XGT. То есть у вас получается... Вот такое отображение, да. Да, ну вот... Когда теперь у нас F1 существует? Значит, вы имеете в виду так, да, как бы? Ну, вот он говорит, что это, значит, отображение является код-циклом градуированный супералгебрелизм коэффициентами в пресененном... Если F1 существует, если вот этот класс кагомологии равен 0. Потому что у вас должна... А, да-да-да-да. То есть вот существование F1 плюс 1... Да-да-да, бесспорно. После того, чтобы инфекцировать технологии, вот это F1 должно быть равно 0. Да. Существует тогда и только 0. Да. F1 плюс 1 существует, тогда и только тогда, когда F1 N плюс 1 равно 0. Я просто не понял, я думал, что вы другое спрашиваете. А теперь... Да, это как бы я это вот так и эвитировал у введения. А вот теперь мы хотим, значит, значит, как бы что-то очень про это F1 понять. Позвольте, я бы вот немножко подирижил вот такой процесс. Мне кажется, сейчас самое место напомнить, потому что это реально, морально это, что такое препятствие для продолжения... Я могу напомнить, конечно, но... Это проходит вот точно так же, на самом деле. То есть, ну да, вот давайте рассмотрим, да, Николай Тимошканович, отвлечемся на теорию гомотопии. Давайте, например, в другую доске садимся, здесь у вас место сохранилось. То есть, на самом деле, то, что дальше Францевич вот как-то делает и чем-то в полном случае, то есть вот картинка, правда, на которой Ашар сейчас спажут и пытаются его как бы перевести значит, что он в двореческие решили. Он, по-моему, там как-то не очень это объясняет, что... Нет, он это не объясняет, но это его как бы. Ну, то есть, он не обязан объяснять. Нет, ну, я имею в виду, что... Ладно, значит, вот давайте, значит, значит, взглянем с таким вопросом. Скажем, ну, вот пусть у нас одномерный C-комплекс, например. Одномерный C-комплекс. Пусть у нас... Да, конечно. Я имею в виду, да, C-даблю комплекс, да. Пусть у нас заданное отображение F, это вот, как бы, он, это пусть X, отображение из его нулимерного острова в фотопологическое пространство ID. Вот когда оно продолжается на одномерный остров? Тогда, когда все эти точки попадают в одну компоненту связанности, да? То есть, вот, ну, это вот, как бы, в размере C-1 препятствие к существованию продолжения на весь X, это вот наличие путей между этими точками. Что происходит дальше? Вот, значит, если у нас, например, он уже... Пусть у нас, вот, давайте, как бы, считать, что у нас на самом деле комплекс, он имеет там сколько клеток, мы продолжим пока сейчас, пока на размер C-1. Мы, справляя продолжение на 1, нужно вопрос поползать в одну компоненту связанности. Теперь пусть у нас есть какие-то двумерные клетки еще. Только здесь X1 на X2. Да. Значит, вот пусть у нас есть какая-то, как бы, скажем, там, двумерная клетка. Вот мы продолжили на... Значит, вот, как бы, это у нас была F0, мы продолжили до X1, Y. Как нам продолжить... Какие есть препятствия к продолжению до F2? Ну, вот, нам надо, чтобы... Вот, значит, если прожжение существует, тогда, вот, значит, так, давайте возьмем любую двумерную клетку этого комплекса. У него есть какая-то граница. На границе отображение уже определено. Это отображение на границе, оно же дает какой-то сфероид в игреке, да? То есть, вот, я беру какую-то, там, допустим, D-альфа, это какая-то два клетка. Вот у него есть граница, и на ней уже я знаю отображение F1 из границы D-альфа действует в игрек, а эта граница D-альфа, это окружность топологически. Она задает тут, как бы, пока одно мерное идет к сфероиду, да? И вот этот элемент с фонтальной группой, он должен быть нулевой, потому что испражение существует, правда? То есть, вы в каждой клетке, вот в каждой клетке, в мере пространства C-блевая комплекса X, вы сопоставили некоторый перемен из B1, вот пространство E1. Причем, ну, на самом деле, тут надо немножко попахать руками, сказавши, что мы там, как-то должны только все точки выверить, и стянуть вам... Это я, да, вы правы. Но мы должны, чтобы это было корректно. Да, я предполагаю, что X, Y, они, как это, что называется, это как бы, ну, simple пространство, ну, то есть фундаментальная группа не... Ну да, там, 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 а там, там, единственные нулеверные симптомы, я думаю, это... Нет, этого не может быть достаточно... Ну, фундаментальная группа, если будет нетривиальная, тогда она может... Да, но там, ну, что? То есть окружность, например, и двумерная сфера, если будет, это плохо. Нам надо, чтобы фундаментальная группа не действовала на всех группах, потому что если будет ревиально, это называется simple пространство, ну, или просто можно... Ну, просто односвязно, например. Тогда это реально выполнено. И можно считать, что мы для односвязной, да, работаем, значит. И вот тогда... Но на Y односвязно, да? То есть X не обязательно. Я не вижу, почему X может быть, что это связано. Ну, верно, да, вы правы, да. Да, чтобы, да, да, нам нужно только Y достаточно, наверное, да. Да, нам просто надо уметь говорить... Нам дали отражение не поинта, да, то есть оно не как бы просто какой-то сфероид. Нам нужно поставить элементы фундаментальной группы, чтобы это можно было делать. Нам нужно вот как бы... Вот simple пространство было, чтобы... Ну да, то есть то, что сейчас происходит, но проблема в том, что если вы берете все какую-нибудь угодно двугенную клетку, вы ее, там, адверно, вы ее ограничиваете на согласующуюся границу, эта граница у вас уже по индукции, вы знаете, на нее отображение, и образ этой границы, это будет интер и энд спероид. А вы хотите, чтобы этот энд спероид вам определял однозначный элемент в индукции. Да. Ну, там, для этого надо, конечно, попасть руками, чтобы она связана и подобрать. Допустим, это за мной. То есть у нас каждый там энд спероид определяет некоторый элемент PN от металлического группа PN. Да. Ну, Игорь, мы говорим, что пространство как бы не обязательно комплекс, но, ну, пожалуй, ну, как бы это не очень важно, да. Ну, можно считать, да, ты прав, что если Игорь как-то связанное посчитать, тогда в размере все один, тут никаких препятствий просто нет сразу, да, тут, ну, там, будет тривиально. Отгружать сразу, да, но, например, наверное, может быть символ пространство все-таки, да, то есть P1 действует реально на всех универсих группах, а на связи нету, да, вот эта задача поднятия в этой, даже в размере стадии, она существует, нам надо, чтобы вот вот эти вот окружности, они все-таки постановились именно стягивыми здесь. Вот, и в, как бы, вот, в фреймворке вот этой вот, как бы, теории препятствий удобно говорить не об них, не как об элементах просто гомотопической группы, а как об элементах гомологии Y к... То есть сначала по цепи, сначала каждый элемент в каждой клетке N-мер, допустим, уже иллюзию там... Да, вот уже, пусть у нас какой-то N и какой-то шаг, да, там FN, тут уже как в смысле понятно, мы берем какой-то вот D-альфа, это N-мерная клетка, да, да, и мы, значит, вот у нас есть ее граница, D-альфа, на ней есть отображение, есть FN-1, да, абсолютно, и... И вы считаете, что это у вас N-1, да, то есть... Ну да, да, я понимаю, сейчас пишу я на саму стрелку, а теперь пишу, что это, да, или 0, PN-1 от Y, да. Вот, и... То есть у вас, грубо говоря, получается следующая коцель на амикусе, принимающая значение в группе PN-1 от Y. Что есть в амилио-группе? Предлагаем, что N там больше или равна. Да, то есть это не к амилио-группе. То есть больше не равна. Амилио-группе больше не равна. Вот. Значит, я вызываю посмотреть с этой точки зрения на то, что мы построили здесь. Мы построили некоторую вот N-1, которая... Вот то, что FN-1, которая вот... Вот этот штук, значит, если ΛN-1 G1, G1 с витрой единственной... Вот это дословно аналог вот этой вот цепи в тополомке, которая клеточная к цель, принимающая значение FN-1 G1. Только, ну, аналог, если вы вместо N большого напишем на малое и минус 1, то он не будет. Где раз? Вот это уже второй шаг. То есть нет, вы идёте в полу, если вы не боитесь... То есть на самом деле утверждение следующее. Сначала вы видите концепт. Да. Если эта концепт равна нулю, просто вот равна нулю, это буквально не гомологично нулю, а просто равна нулю. Это означает, что для каждой вот этой, как бы, D-альфа у вас соответствующий элемент фундаментальной группы равен нулю. Да. Вот это, суть всего, означает, что вы можете как бы... Ну да, на гомотопе есть просто, да, да. То есть утверждение такое, что у вас есть не классная гомология, а концепт. Да. Если эта концепт равна нулю буквально, то расширение с платформой, значит, на N плюс 1 шаг, оно вам дано. Угу. А дальше, значит, говорится, что это слишком дурацкое утверждение, потому что очень часто бывает так, что не концепт равна нулю, а вот у этой концепты классная гомология. Ну, это вот Заршар сейчас скажет, а то, что вот я просто пытаюсь сказать, что то, что вот у нас с Эмриалом и Фрэнджистером есть пока, это есть вот только вот концепт. Ее класс, ну, вот, уже... Ну да. Да, то есть, да, можем сопоставить этой, действительно, этой кодспил, можем сопоставить ее гомологический класс ну, в... как бы... Ну, понятно, да? То есть, вот просто как гомология х с коэффициентами в... Да. Я считаю, это как гомология и у нас с коэффициентами. Да. Ну, они, в принципе, естественно, изоморфные с инвлярным. Так что, то есть... Вот. И если у нас... Этот элемент гомологии, если он значит, гомологичен нулю, то есть, это означает, что... Сейчас. Так, секунду. Сейчас, значит, как у нас здесь устроено... Какой у нас тут комплект? Значит, у нас как бы c... cnx pn-1 от y. Да, то есть, это... Это отображение из цепей... Клеточных цепей в иксе в... в эту... в эту группу. У нас должен быть... У нас уже... У нас есть такое отображение vc n плюс 1 x p n-1 y. Вот так, правильно? Значит, логика, логика она такая же. То есть, сначала мы будем говорить, что если одного рога это процент, и у нас, при том, у меня сама рога процента, которая выше, равна нулю, то это вообще прекрасно. Мы задаром продолжаем на муху, на самого какого-то альфа, причем перед каждым альфом. Вот. Дальше, значит, если она не равна нулю, тогда мы делаем вот то же самое, что мы сказали здесь. Тогда мы говорим, что она всегда является циклом, циклом клеточных. Это вообще, говоря, тоже некое непривиальное повреждение. То есть, что вот эта вот цепь, которая построена, даже в том случае, если она не равна нулю, то она всегда является клеточным циклом. И это, в общем, я, конечно, не прошу вас, так, сейчас показывать. Это любой желающий, может быть, смотреть вообще-таки по уровню церей препятствий. Вот это то же самое, что мы как бы сказали здесь, что вот эта правая часть, она будет, как бы, соответственно, ее деференциал равен ну, и поэтому мы имеем вот отражение джайфа. То есть, на данный момент у нас правая и левая картинки находятся на одном неразвитии. Да. Вот. Здесь мы сделаем патологическое упреждение, что же будет верно, если этот класс кокомологии равен нулю. Сейчас, значит, да, ну и если класс кокомологии S равен нулю, это означает, что у нас есть какой-то W вот как бы из W из H N-1 X в P N-1Y такой, что вот его как бы ну такой, что как сейчас значит, у нас есть вот дифференцирование H, дифференциал, то есть композиция равна S, да, то есть как бы S равно ну если писать вот такую композицию в таком порядке, то D, W то есть если вот D, это W значит, сейчас вот у меня есть композиция композиция из кокомологии N-1Y XA из Cb или N-1Y но в левочной Cb ой, господи, да, 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 конечно у нас есть N-1 левочная да, но такое отображение тоже есть, но это не то, что нужно, да это не то, что нужно да то есть вам нужно сказать, что вот этот класс кокомологии S в скобах равен нулю означает сказать, что вот наша C S скажем уже так она получается такой композиции вот как-то ну да да и сейчас я хочу я хочу с помощью этого решить задачу поднятия все-таки сейчас сейчас секунду значит, да, у меня получается ну что делать то есть на самом деле упражнение, что если вот он ради нулю этот класс в этом смысле то мы продолжить тоже можем мы можем продолжить буквально поменять ровно на шаге N-1 а на шагах N-2 и так далее оставим без изменения то есть грубо говоря мы можем на шаге N-1 поменять вот с помощью вот этого то есть прибавить что-то там типа границу таким образом чтобы если мы это заменим на шаге N-1 чтобы у нас уже когда мы считали на шаге N он уже в замененном варианте что у нас тогда этот к-циклу будет равен нулю то есть не к-циклу а сама к-цель вот FN будет равна нулю то есть идея в том как бы свести в тот случай когда она равна нулю как класс гаммологии к тому случаю более простому когда она равна нулю как к-цель а для этого мы хотим поменять на N-1 шаге после этого пересчитать на шаге N и она значит должна быть равна нулю теперь любой желающий это прочитает дома в книжке и не будет дальше в это дело углубляться просто я это затеял для того чтобы сказать что то что вот здесь происходит с левой стороны это на самом деле то же самое то есть теперь если этот класс ради нулю то мы хотим поменять на предыдущем шаге вот на 1 раньше да после этого то что мы если мы потом посчитаем новое R-1 оно должно быть работать буквально то есть тогда я да мы значит предполагаю что да вот и тут используется какое-то вот значит понятие сейчас коцикл градуирование вот собирал выбрали с коэффициентами в представлении вот с коэффициентами да да потому что мы теперь влаживаем в этой и в правой части геометрически есть утверждение что вот это будет значит клеточный вот вот коцикл клеточных мунородов а здесь как бы немножко сложнее потому что здесь вот то что мы построили это будет некая коцикл вот из R-1 до R-1 G-1 G-1 ну с механией сдвиг вот вот это как вы можете рассматривать это вообще любой 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 линии можно здесь не уж а ну то есть так теперь делается значит вот аналог утверждения как вот я сделала вот что вот это будет у вас умолоть и вот здесь оно выглядит более как бы сложно то есть мы должны что-то сказать про вот у нас есть вот F N-1 который из гранда N-1 G-1 G-1 с длинутой на длине с минус N мы должны как бы сказать что вот эта штука является в некотором смысле классом кодомологии и задаться вопросом нулевым или нет проблема потому что здесь ситуация более проста то есть будет трудно ответить даже на вопрос в каком смысле да на вопрос в каком смысле мы это сделали вот эту редукцию то есть тут все очевидно мы просто сказали что вы с превышей тоже следует что оно принимает значение в циклах поэтому мы можем правую часть считать элемент уже одеты получаем такое отображение а дальше мы хотим сказать вот вторую часть которая если равномерно мы можем поменять предыдущие шаги и продолжим свои наш год и значит утверждение что это является косыклом утверждение что это косыкл Шамалея-Люнберга то есть это комплекс который считает фигмология алгеблей алгеблей g1 вот с элицентрами присоединенного модуля ну какой-то там степени вот сейчас я объясню что это значит ну это как бы грубо говоря для любой алгебры лидии g у вас есть и любого ее модуля r то есть значит m это представление g g вот у вас есть некоторый такой комплекс у которого n это холл из ландо m g v m вот то есть это как бы ну это своего рода ну я не знаю как объяснить но вот есть такая наука как элицентрами алгеблей она связана там с элицентрами гу как-то ну то есть это одна из основных таких теорий элицентрами элицентрами которые есть например вот c вот элицентрами вот если взять действительно g с коэффициентами g как тут вот у нас получается в нашем случае m равно g то есть оно же самое и на самом деле если посмотреть ну можно просто писать этот комплекс в конце концов и если посмотреть как устроен дифференциал то есть вот если посмотреть что такое c1 вот из g с дифференциалом g то это будет просто холл из g с дифференциалом а теперь если посмотреть как устроен дифференциал вот в трех если у нас есть c что такое dc от g1 g2 вот но это оказывается что это си от скобки g1 g2 минус да минус g1 скобка с все от g1 есть 1 то есть рэйл и все такие которые есть вот а дальше можно сказать что если мы в степени 2 смотрим то это будет деформация такой комплекс существует для любого В случае, когда присоединенное действие, когда m равно g и действует g на r с копкой, то этот комплекс является деформационным комплексом. То есть в том же смысле, в каком наш комплекс Кокшинга является деформационным комплексом от а. То есть его первая фигмология в каком-то смысле это анфидитимальная информация. Вот у этого тоже самое. Первая фигмология – это дифференцирование. Потому что, чтобы стоить в опыту любого дифференциала, получится внукгере дифференцировать. То есть вот первый фигмология, это дифференцирование по модулю внутренней, вы согласуетесь с той же историей, как комплекс Кокшинга. Тут первая фигмология тоже. Дифференцирование А по модулю внутренней. Но, к сожалению, нельзя сказать, что такое касательно комплекс. По крайней мере, я не знаю определения. Но надо его сразу определять с какой-то высшей структурой, например, структурой алгебры Ли, тогда это следует единственной своего рода представимости. А просто сказать без какой-либо структуры, что такое касательно комплекса, строго, ну, я не знаю, этому нельзя так сказать, потому что именно так выводится, это непонятно. Тем не менее, смысл в том, что на этом же тоже есть скоб Кури, собственно, точно так же определенно, то есть если мы на этом уже рассмотрим, стоящих некому скоб Кури, но этому же нам сейчас не понадобится. Смысл в том, что у нас вот эти какомологии, вот этот фи, он будет как циклом в этом комплекте. То есть, значит, давайте я, ну, давайте попробуем, может быть, выписать вот этот диверенциал на продукте. У нас есть Пси, которая из лябда NG в M. Вот, значит, что такое DR Пси? Оно, значит, будет от N плюс 1 этих фигментов. Значит, я не умею, если я сейчас это выписываю, потому что давно уже не выписываю. Вот, мы должны, значит, сказать так, что это две суммы. Первая сумма по И, значит, плюс-минус, тут нужно взять ЖИТ и применить вот эту, ну, не скобку, а в случае общего M нужно подействовать ЖИТом, как на модуль. Подействовать на Пси от всех ЖИТом, да, ЖН плюс 1. То есть их из ЖИТа на N штука остается, мы применяем вот к этим N штукам Пси, потом ЖИТом на них действовать, потому что вот эта штука, она принадлежит N, а Ж умеет на N действовать. Вот, плюс-минус, значит, сумма, ну, плюс там сумма, тут какая-то штука типа минус 1 и плюс ЖИ минус 1, вот, а тут, значит, будет поименьше ЖИТ сумма, тут будет Пси, мы, значит, берем скобку ЖИТа с ЖЖИТом, вот, а тут, значит, мы убираем ЖИТа и убираем ЖЖИТа. Вот такая, значит, формула, не убеждается, что да, что мы всегда получаем вот в нашей ситуации, мы всегда получаем цикл вот в этом смысле, только в нашем случае M равно G, если M равно G, тогда, значит, вот это действие мы заменяем просто на скобку, да? Да, понятно, теперь, да. Да, ну, значит, так, ну, да, значит, оказывается, вот так можно рассматривать это как какой-то цикл в некоторых смысле некоторых когмологии. И, значит, вот теперь, когда мы, значит, видим, как там работает граница, мы можем понять, что тот факт, что это, сейчас, да, значит, тот факт, что этот ФИ, ФИ, он, значит, гомологически равен нулю, означает, что он, значит, вот, что ФИ от гамма 0 гамма М равно сумма по И меньше ЖИ плюс-минус ПСИ от гамма И гамма ЖИ. Гамма 0 гамма 0 гамма М плюс-минус гамма И, значит, ФИ, вот, гамма 0 гамма И плюс-минус гамма И плюс 1, гамма И плюс-минус гамма Гамма СПИ. То есть, вот, да. Вы знаете, что вот, если вот верно такое, то, что... Значит, есть какой-то ПСИ, да, то, что ФИ... ФИ есть конец ПСИ, да. Если это так, то мы можем как-то полностью заменить на это Psi на N минус N шагер, то есть мы можем Fn положить Fn штрих равно Fn плюс какой-то Psi, что я даже не знаю. Да, мы определяем Fn с тильдой как Fn плюс F1 от Psi от Fn. И вот мы получаем, что Fn с тильдой, оно уже честно, в смысле сейчас, для него напишем Fn, да. Если, да, вот теперь мы напишем Fn плюс 1, только… Да, если мы напишем теперь Fn плюс 1 с тильдой, то… Да, но надо же проверить, что вот N-тождество для этого бесконеческого артизма, мы уже изменили, надо проверить, что оно все еще выполняется, но мы будем как-то проверить. То же самое, что там непрерывность, в общем, как бы… Да, 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 да. Вот, допустим, проверить. Вот, тогда мы ее берем и пишем действительно Fn плюс первая с тильдушкой, да? Да, и оно тогда будет уже честно равно нулю, да? Его класс корману вот G1, если там, как элемент, как отображение G1, то оно будет равно 6. Да, и это, значит, нам даст определить Fn плюс 1. Да. Ну, вот это, да, да. В этом, как бы, есть суть, в том смысле, потому что мы, как бы, используем цели препятствий, которые логичны, но самое интересное заключается в том, что в нашем случае получается, что деграммационные когмологии, то есть те когмологии, по мнению которых, в конце концов, эта возможность продолжения сводится, это вот эти вот когмологии Швалео-Ленберга, Жевский, Денсанта Минжея. Где G – это курьеверкорные поля. Вот эти когмологии, эти когмологии, они тесно связаны с тем, что называется Ханцевич Граф Комп-Кол. В основном, это сложная когмология, они не рассчитаны. Довольно мистическая вещь, на самом деле. Вот. И там, как бы, в конце концов, дальше в этой статье струклирует на тему того, что если там в неделе… В общем, короче говоря, он там показал, что для первых шести препятствий, из каких-то там усуждений типа пахания руками, видно, что эти классы когмологии, что там просто нет. То есть, отсюда он доказывает, что до шестой компонента Теора мы построить можем. А мне, пожалуйста, он пишет, что это слишком сложно, я не буду этого расписывать. Это как-то… Да, да, нет. Я вас не вызываю, да. Я просто думаю, сейчас уже пора заканчивать. Может, я там уже в двух часов, уже тут половина служителей жрала. И это, значит, просто общая пара, да, случается в том, что, к сожалению, это очень такая была замечательная идея. Но, к сожалению, дальше оно не пошло. Потому что, значит, вот эти традиционные технологии, G, 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 они как бы считают паральной деформацией поливеркальных полей на верхнем пространстве как алгебры. И, оказывается, у них деформация дно. То есть, это большая нить. Вот. А дальше вот то, что я хочу больше, если ты еще немножко живы. Это, собственно, то, что вот, платформа Камакина… Ну, в смысле, парально можно объяснить. Может быть, я трекеру. То есть, да, то есть, давайте. То есть, можно сказать, что вот подход Тамаркина, он как бы использует ту же самую идею, только не для алгебры Ли, а для то, что называется, два алгебра. Вот. Или алгебры Гилсенхайера, что то же самое. То есть, смысл в том, что вот у нас, по крайней мере… То есть, смысл в том же, давайте я сначала сформулирую, что вот у нас есть вот эти там поливекторные поля в комплекс Хокшильда от S, V со звездочкой, и мы… На самом деле, и вот это, и вот это являются два алгебрами. Только вот с этим большая проблема, а с этим никакой проблемы нет. То есть, два алгебра – это нечто большее, чем алгебра Ли. То есть, вот, например, на поливекторных полях у нас… Вообще, что такое два алгебра в чистом виде? Вот, два алгебра. Это значит некое А, на котором первое есть коммутативное умножение. Коммутативно. Вот, есть скобка из лямбда 2А в А, сдвинутая на единицу, которая скобка Ли. И третье, что они согласованы, что А на ВС равняется АВ на С плюс-минус, там не буду сейчас выписывать, В на АС. И, собственно, вот, действительно такая структура есть, в частности, на поливекторных полях и вообще на гемологиях Хофшельда любого многообразия. И это, на самом деле, доказал Бессенхаггер, там, 60-е годы. То есть, это древний результат. Почему это два алгебра, если Бессенхаггер… Почему это два алгебра? Потому что есть такая, как бы… Ну, потому что это как бы… Потому что есть такая топологическая операда, вот, которая была изобретена Мэем или Бордманом Фоктом, я, честно говоря, даже не знаю, кем из них, вот, которая называется Е2 или операда маленьких дисков. Знаете, да? Все или не все? Не все, я думаю. Что? Знаете? Еще? Да, да, то, что я говорил с составлением дисков. То есть, Е2, N – это конфигурационное пространство меньших дисков в диске, значит, вот, радиуса 1, а эти, они пронумерованы, их там, N штук. Вот, и, соответственно, оператная композиция, она вставляет… Понимаете, да, не надо это или надо сказать? Понятно, да? Хорошо. А? Да, я уже просто по десятому разу все объясняю, но, с другой стороны, так всегда и получается, я тоже с десятого раза все понимаю в лучшем случае, поэтому это все нормально совершенно. Вот, значит, это некое топологическое пространство. И эта операция хороша тем, что она, собственно, была этими топологами замечательно изобретена для того, чтобы рекомендовать двухкратные пространства петель. То есть, если есть, то есть, утверждение такое, что если есть, если Х – топологическое пространство, ну, не то, что оно нам нужно, на котором Е2 действует, на котором Е2 действует, ну, то есть это означает, что у нас есть… А? Да, то есть это означает, что у нас есть для любого N такое вот отображение, которое согласовано с этими оперативными подстановками. И P0 от X – это группа, вот, такое вот странное условие, в частности, если это просто односвязное, если это, ну, связанное в линейном пространстве, вот, то X – это омега 2 от Y. Причем мало того, что это омега 2 от Y, но с помощью некоторого там бар-комплекса, которое связано, как бы, с этой операцией, это Y можно явно выписать. То есть, если у вас есть вот это вот действие, то вы можете, ну, не буквально Y, но вы можете выписать явно некое слабоэквивалентное пространство. Вы слышите, что у вас будет некий зигзаг, то есть у вас не будет вот то, что там будет некое пространство такое, что омега 2 от этого Y будет с помощью некоторого зигзага генетопических эквивалентностей связано с вот вашим X, как бы. Вот это делается. И это сделаем мы. Это какая-то совершенно прекрасная вещь, на самом деле, по-моему. Кстати, тоже можно как-нибудь рассказать. Вот. И, значит, да, теперь связь вот этой доски с этой заключается в том, что, коли эта топологическая операция, вообще для любой, пусть O от N это топологическая операда, тогда можно рассмотреть вот комплексы от этого O от N там с какими-то целыми или какими угодно коэффициентами, только лучше, чтобы это были кубические комплексы, то есть не сингулярные, а отображение там кубов, как-то так. Вот, если сингулярные, то труднее определиться. Тогда это операда, операда в CW-комплексах. Вот. Там есть какие-то тонкости, я не помню уже сейчас, но они заведомо есть. Там как-то надо эти тонкости иметь в виду, когда работаешь с кубическими цепями. Но если я хочу, чтобы эти вот кацепи, то что значит это отображение N-мерного куба, ну, K-мерного куба в O от N. И чтобы у меня, если теперь есть там и K-1 мерного куба в O от N-1, ну, тут, допустим, L, N-1 и так далее, и K-L в O-N-L, вот, то я хочу отсюда построить в результате отображения их, даже не знаю, наверное, сумма, да, K плюс, я так думаю, K-1 плюс K-L нужно построить, значит, вот в O от N-1 плюс О-N-L. Ну, что на самом деле, так как это кубы, то это действительно делается очень просто, а если бы это были бы симплексы, то непонятно, как бы эти симплексы бы организовал в некоторый новый симплекс, то есть для этого берут кубы. Вот, и это оказывается, что эти цепи, они образуют некую цепную операду, а коли так, то можно взять операду гомологии, если есть любая операда в комплексах, то ее операда гомологии – это тоже операда. То есть можно взять к гомологии вот этого Е2, и это операда уже в векторных пространствах грануированных, операда в грануированных векторных пространствах. Вот, можно, например, посчитать двумерные, чему равно гомологии от Е2,2, то есть когда у нас банальные операции. Ну, что у нас такое Е2,2? Это у нас как бы один диск, и внутри него два диска, да, вот таких. Вот. Ну, на самом деле, что это такое гомотопические? Это как бы окружность, судя по всему. Можно диски заменить гомотопические на их центры, и это будет как бы пространство двух точек просто внутри диска, а это более-менее гомотопическая окружность. То есть это окружность. Вот, а поэтому ее гомологии, они есть только в степени 0 и в степени минус 1. H0 равно там Z, и H минус 1 тоже равно Z. Правильно? Ну, гомологии мы считаем всегда с отрицательными, потому что они же идут как бы, ну, если у нас все дифференциалы степени плюс 1, то гомологии мы вынуждены считать с отрицательными дифференциалами. Вот, ну, то есть вы видите, если теперь вот то, что написано как M и как скобка, это как раз действие, соответственно, вот этого и вот этого как бинарных операций. То есть у нас коммутативное умножение, сохраняющая степень, вот M, это действие H0 вот от E2,2. И вот эта скобка, это действие вот H минус 1 от E2,2. То есть, грубо говоря, смысл в том, что у нас, то есть теорема, как Фред, что ли, Хоэн доказал, она говорит, что Hе2 алгебры, это в точности два алгебры, вот. И в этом смысле связь двух алгебр в банальном определении, которое здесь, явно, которое здесь сказано, вот с этой вот делу, с этой операдой. Но теперь, как бы, идея заключается в том, что, в принципе, если то же самое было верно для комплекса Хокшильда, то есть это, как бы, к гемологии комплекса Хокшильда, если теперь то же самое было бы верно для самого комплекса Хокшильда, то это было бы совершенно прекрасно, потому что тогда мы, предположим, на самом деле это неправда, на самом деле это неправда, что Хокшильдовский комплекс от А, это тоже, ну, два алгебра, допустим, вот в этом же смысле, то есть еще дифференциал есть там, ну, тогда было бы, или ДЖ, два алгебра там, неважно, но это было бы совсем прекрасно, потому что тогда мы могли вот ту науку, о которой рассказывал Аршак, вот эту вот теорию препятствий разбить просто для вот того же самого, только мы бы рассматривали, то есть шаг за шагом бы строили вот эти компоненты этой лора, только бы мы строили не L бесконечный сморфизм, вот, а вот что бы то ни значило Е2 бесконечный сморфизм, то есть бесконечный сморфизм, как бы, для отображения Е2 алгебра. Ну, мы бы это сумели сказать, что это такое, потому что есть два, там, допустим, это Кашулевая операда, у нее есть очень простая Кашулевая, вот это Е маленькая 2. Е маленькая 2 – это обозначение для H от Е большое 2, то есть это операда в векторных пространствах, в градуированных векторных пространствах, вот, и… ну, или там, за Абель в группах. Вот, поэтому, значит, вот если бы это было бы действительно и то, и другое было бы алгеброй над этим самым Е2, это с нулевым дефициталом, это с каким-то, то мы могли бы вот эту всю черную практику как бы повторить, и в результате у нас вот эти деформационные хагомологии, которые здесь были хагомологиями Шевалея и Ленберга, здесь бы они были бы хагомологиями деформационными как Е2 алгебр от этого самого поля, вот Т-поля, да, с коэффициентами в это Т-поля. То есть мы бы как бы, ну, либо говоря, это были бы вот деформационные хагомологии от Т-поля, что то же самое, что там хагомология в каком-то смысле, чтобы это не значило Шевалея и Ленберга для 2 алгебр, ну, не буду сейчас вдаваться, ладно, мы вот аналогично они определяются, вот, с посоединёнными коэффициентами. Вот, ну, то есть, грубо говоря, мы бы получили просто более жесткие хагомологии в качестве препятствия, а все остальное пошло бы таким образом же. Потому что вот здесь, как бы это поливекторные поля, мы деформируем как алгебру Ли, а тут мы ее деформируем как алгебру Ли, да еще как коммутативное умножение, и все это вместе. То есть мы большую структуру деформируем сразу. То есть вот как бы на самом деле вот любая деформация такого даст деформацию вот в этом смысле, как алгебру Ли, но не наоборот. Не каждая деформация алгебры Ли даст деформацию 2 алгебра. Это приводит к тому, что деформации вот этих хагомологий, их намного меньше. И в то время как вот эти сводятся там графкомплексом и не вычислимые алгогеритмически, вот, то, ну, практически их никто не знает, то вот эти хагомологии в некотором смысле равны нулю. То есть это такое примерное утверждение, но они почти равны нулю. То есть если мы там еще требуем, чтобы все было иклевариантно относительно группы линейных замен пространства В, то они равны ну просто буквально. То есть вот мы получили тогда замечательное, то есть вот доказательство, которое было изначально Максимовским, как бы еще до того, что Максим придумал доказательства через серию поля, вот, мораль заключается в том, что если бы мы бы сумели бы его, как бы, вот эту всю идею обобщить на случай, на алгебру вместо алгебры Ли, да, то есть алгебры Ли, вот этой вот частью, вот структуре два алгебра, то тогда на самом деле вот это вот то, что эти хагомологии равны нулю, это некоторое вычисление, оно не безумно слышно. Никакая серия поля тут не нужна, и я, в принципе, готовлюсь за один, сегодня, конечно, за независимую лекцию, а могу это рассказать, ну, может, за две лекции, потому что надо еще определить что-то. В общем, это как бы некая нетривиальная вещь, но она, собственно, в этом и был основной инсайд Маркина, что вот эти хагомологии как бы нулевые. А? Да, да, конечно, конечно. Нет, просто еще не говорил. Дело в том, что я тут поставил троеточие. И троеточие, я говорил, предположим, что хох, это значит тоже даже два. Как я сказал, это неверно. То есть в этом смысле это называется гипотеза домида. Да, Кацепей и хохшинга, и это, собственно, утверждение, то, что это вот буквально, вот алгебра над этими хагомологиями, это неверно. Но то, что верно, и глубоко нетривиально, и примерно за ту же цель, за какую вот теорема формальности. Это заключается в том, что для любой, там, даже алгебры, или просто алгебры, там, даже алгебры, или даже категории малой, даже категории, совершенно неважно, а вот хохшинговский вот этот комплекс от А, это алгебра над операдой, вот не гомологии, а вот этой вот, которую я промежучно это сделал, цепей кубических от Е2, там, даже... Вот, вот это вот называется путь заедления, то есть вызов заключается в том, что вот это вот множество, то есть что рушится-то, вот это вот более-менее все нормально, но вот просто вот это вот тождество, оно рушится совершенно существенно. То есть для КЦП и Хохшинга неверно, что ПС1, вот, ПС2 кап ПС3, там равно, соответственно, ПС1 кап ПС... ПС1, ПС2 кап ПС3, да, там, плюс-минус, соответственно, второе, там, ПС2 на ПС1, ПС3. Вот, и это даже на самом деле понятно, ну, потому что с чего бы, если мы начнем рисовать картинки, да, то мы, ну, мы же знаем, что вот эта скобка определяется как цирк, вот этот оперейшн, да, то есть мы должны взять, например, вот ПС1, вот это наше ПС1, и мы вот в какую-то вот эту вот КЦП должны там подставить ПС2 и ПС3, вот, то есть причем они должны стоять рядом, значит, вот это ПС2, ПС3 мы должны перемножить, вот эту вот общую ногу, вот эту подставить после перемножения как один из аргументов, и, значит, это вот то, что одна из этих вот частей, да, ну, в общем, появится ничего похожего вот здесь вот нету. Здесь мы там подставляем, допустим, ПС1, ну, ПС2 подставляем, вот, допустим, ПС1, это ПС2, это ПС3. Мы подставляем здесь, допустим, ПС1, мы подставляем ПС2, ну, и наоборот, и потом вот дело умножаем, вот этот каппродакт, который Аршак определял, как бы неудачно, мы думаем, что это церковь, но вот она вот так вот определяет, да, вот каппродакт, его можно, так сказать, схематически, вот это значит умножение просто, и вот это вот такая вот штука, да, ПС1 и ПС2, вот. Поэтому понятно, что вот здесь вот какие-то картинки в правой части вот такого типа, а здесь, например, есть картинка такого типа, не имеют, не имеют, не имеют сократиться, но оказывается, что в сочице до гомотопии все действительно каким-то образом сокращается, и вот эта гипотеза Долине верна. То есть это утверждение, что как бы вот этот комплекс Хокшинда это алгебра над соответствующей цепной операдой. Собственно, идея Долина была, что коль скоро мы знаем, что операда Е была маленькая, вот здесь вот обсуждается вот эти, это как бы когомология операды вот этой цепи от Е2, и коль мы знаем, что вот это вот А, поливекторные поля, допустим, это когомология комплекса Хокшинда, ну, то есть он предположил, что ну хорошо, если на когомологиях действует операда когомологии, то на самом комплексе действует вот сама операда цепная. Это в этом как бы была такая нетривиальная идея. Ну, гениальная своего рода. Вот, это оказывается верно. Доказать это, это на самом деле нетривиальная история. То есть, ну вот, например, есть доказательства, которые используют науку про квантование, вот эту науку про ассоциаторы Дюнфельда. И, собственно, вот этот вот подход, он, если делать это с ассоциатором Дюнфельда, то вот этот подход, он как бы показывает, что действительно все это можно сделать над ку. Ну, не над z, наверное, над ку. Все это дело существует над ку, и, может быть, над z что-то не существует, не берусь говорить. Вот, то есть все это дело, значит, существует над ку, в то время как все числа, которые мы получали, когда доказывали форму, мы получали существенно там какие-то числа, типа как интегралы, какие-то там существенные инциденты числа обычно. Вот, а тут все можно сделать над ку. Если, потому что вот тут вся нетривиальность, она как бы заключается в том, как нам сделать, как нам разрешить эту биподзу Дюнфельда. То есть, как нам сделать... Это не так важно, как раз. Да? Так я бы на... Ну, была так важно сначала Димой Тамархином, то есть, та история была такая... Такая, значит, так говоря, была работа Десла Джонс про оператор, которая была... Никогда не была опубликована, она была жутко влиятельной. Она существовала много лет, как припринт, и там, знаешь, в ней Десла Джонс, они доказали, как бы, не против заделения. Но доказали они ее на самом деле не доказали, потому что они там... Там в этом доказательстве есть была ошибка, но ее, как бы, никто не видел. Ну, вроде как Хансевич потом рассказал, что когда он читал, когда эта работа вышла, Десла Джонса, он сразу понял, что там ошибка. Но он никому не сказал. Поэтому, когда Дима Тимаркин написал свою работу и сослался... Вот Дима Тимаркин существенно использовал. Ну, более-менее, как бы, вот... Примерно то, что я сейчас вам обрисовал, только он это все говорил другими словами, но, по сути, идея такая. И он, значит, использовал вот это доказательство Деслера Джонса. Ну, Максим, значит, написал ему, что доказательство неверно. Деслера Джонса и привел пример, который называется Шестомарк Бэтселл, или что-то там такое. Ну, да, в общем, это отдельно. Почему это доказательство не работает? Это отдельная история, на самом деле, дипо-красивая, которая, по сути дела, приводит к Энна-Пиратам в батарею. Вообще, куча интересных вещей. Комбинаторная история. Вот, ну, в общем, на самом деле, оно не работает, и тогда Дима придумал свое доказательство. Ну, так как ему нужно было спасти рассуждение, он придумал свое доказательство. Он доказал, что из ассоциатора Дрюнфельда это все, значит, можно сделать, потом в конце Регельмана там построили свое доказательство, потом... Ну, сейчас их доказательств уже очень много. Они какие-то... Ну, они все глубоко материальные. То есть там простого доказательства, которое бы не использовало никаких чудес, его просто практически нет. Двое национально-концептуальное доказательство, топологическое, которое там, ну, может быть, даже самое лучшее в каком-то смысле, это вот такие люди МакЛюра и Смит. Это у них была серия работ. Я просто могу сегодня в этот Телеграм-чат отправить вот работу, которую они написали, как уже, по-моему, самую заключительную, но при этом она как бы называется An Introduction. То есть она как бы является действительно очень понятным написанным видением к тому, что происходит. Вот. Она очень хорошая. Вот. Ну, в общем-то говоря, есть действительно несколько доказательств, но это все не реальная тема. Но по-моему, для того, что мы вот можем вот этот комплекс Хокшильда рассматривать как вот алгебру над этими цепями Е2, мы после этого в том или ином виде мы можем как бы вот продолжить вот это вот рассуждение, о котором говорил Аршах, только уже не для Ли, а для Е2, и после этого мы будем пользоваться тем, что деформирационная экогомология из-за этой жесткости просто равно нулю и вот это все получим. То есть тут вся сложность убирается, значит, вот в это вот гипотезоделение. А вообще говоря, гипотезоделение, вы спрашивали Аршах, к чему это привело, но в общем, это на самом деле очень интересно. Например, вот даже вот это гипотезоделение, оно связано с тем, что такое комплекс Хокшильда, допустим, от А. Это, допустим, R-хон в моноидальной категории А-биводулей, да, вот, из А в А. Вот. Ну, то есть у вас, значит, что тут написано? У вас написано R-хон в некоторой моноидальной абелевой категории из единичного объекта в единичный объект. Ну, то есть смотрите, видите, вот если вы берете, вообще говоря, в любое, вот если вы берете там некую категорию А и берете в этой категории А там R-хон или X даже из объекта Х в объект Х, то никакой скобки на этом не будет, и даже умножение, связанное с умножением Янеды, будет ассоциативным, но не коммутативным. Но это оказывается, что если у вас А это моноидальная категория, и вот этот объект, эта единица, эта моноидальная, то, во-первых, у вас умножение Янеды будет коммутативным, но это нужно доказать как упражнение. Но даже более того, там получается вот эта вот скобка и все вот это вот вместе, ну, при некоторых условиях на эту моноидальную категорию, это будут гомотопические вот два алгебра, вот в этом смысле. Но это на самом деле даже не так. Ну, там на самом деле есть некая, то есть там, ну, у меня есть некая подход, который общий к этому такому, когда вот M это N1 моноидальная категория, то есть если M это N плюс 1, N моноидальная категория, чтобы это не значило. Ну, морально это N категория даже, ну, то есть это просто, что такое N моноидальная категория Абелева, это можно сказать явно, а же такое N категория, это там уже сложнее вообще. Ну вот, то тогда R хом, у них там есть общая единица, тогда R хом из этого дела это вот E, ну, цепи на E N плюс 1 алгебра. Вот это общая, как бы, тема, которая была фольфлером, которую вроде бы сейчас доказал Лури, или там его ученики, там, Франсис, или там, ну, я не знаю, там, судя по всему, частично это написано у Франсиса, частично Лури, хай ЛЖ. Ну, вот они это делали все вот в контексте, вот там, бесконечности 1 категории, и там явно, то есть я не очень понимаю, как там можно вот эту структуру в каком-то смысле пощупать. А меня же интересует применение вот каким-то таким вопросом, например, в случае Франсиса Хофшильда, вот интересно, например, понимать, что у соответствующих частей, то есть ускорбки и умножения вот на когмологиях это то же самое, что мы имеем там в поливекторных полях и так далее. То есть я не знаю, можно ли вот это, эти более рамочные утверждения проверить, при подходе Лури вполне возможно, что можно, но их как бы никто не проверял почему-то. Что там все очень сложно, там некоторые такие зигзаги, вот отображения там каких-то бесконечности один категорий, то есть которые есть эквивалентность с собой. И вам нужно как бы не может обратить эти, то есть обратить, если у вас есть квазиозоморфизм комплексов или там даже джио-губури, то его худо-бедно понятно, как обращать. Если у вас есть бесконечности один категория, и тут там слабых вопросов, которые надо как-то обратить, то это уже что-то совершенно запредельное. Вот, но может и не надо обращать, может и можно как-то не обращать, построить, но я не знаю. В общем, короче, для, в общем случае, для n равно 1, я это сделал совершенно явно, и там, кстати, выяснилось, что на n нужно наложить некоторые условия, которые нету вот у него каким-то образом, что тоже настораживает. Вот, потом, значит, совершенно другим методом, вот у вас в Питере был такой человек, уехал сейчас, Юра Волкова, вот он там написал некие работы, которые мои там по Бельгии коллеги, Венди Лорнен и Мишель Венберг, вот, которые были пленочными на этом ICM, они там построили тоже моноидальные категории, общие, вот, использовали какие-то методы вот Волкова, но, что удивительно, что у них получилось, что нужно требовать то же самое вот это вот условие на эту моноидальную категорию, что и у меня. Ну, условие, как бы, заключается, грубо говоря, про некоторую точность, оно заключается в том, что, вот, если у вас есть, что у вас, как бы, ну, на всей категории бимодулей, у вас это тензорное произведение, вот моноидальное, бимодули, оно не точно, но вы хотите, как бы, чтобы у вас, допустим, если вы рассмотрите в ДЖ-контексте, вы можете рассмотреть вот бимодули от А, это абелевые категории, вы можете взять соответствующую категорию комплектов, то есть объекты это комплексы, а морфизмы, это не морфизмы комплексов, а вот, как я написал, где-то тут, вот такие градуированные отображения, и они как бы представляют из себя комплекс, да, вот, это стандартная история, вот, вот можно работать вот с этой штукой, но и на ней, конечно, тоже есть соответствующая моноидальная структура над А, но она там тоже не является там точной, то есть, если у вас есть ацикличный, ацикличный вот такой объект, то после того, что вы умножите на А, он может перестать быть ацикличным, и мне нужно иметь некоторую подкатегорию, ДЖ подкатегорию, вот, которая, с одной стороны, имеет тот же гомотопический тип, и можно это четко сформулировать, а с другой стороны, значит, ей принадлежит единица, то есть, в нашем случае технологический бинодуль, и на М0 вот, тензорное умножение точно, то есть, это означает, что если у нас есть там ацикличный объект, мы его там умножаем, то он остается ацикличным. То есть, вот это вот как бы вишня автоматически не существует, и она появилась вот у меня в том рассуждении, она появилась рассуждение Леван-Горенберг, вот, и ее вот как бы нету, насколько я понимаю, вообще, ну, по крайней мере, мы там это обсуждали, когда с коллегами, вот, этого нету в подходе люди, и это довольно непонятно. Вот, но дальше, на самом деле, вот эта вещь, ну, Люри, доказал вообще что-то совершенно общее, но вот, опять-таки, непонятно на самом деле, но вот, по крайней мере, вот если не использовать бесконечность один категории, то вот это вот утверждение, что вот этот Эрхолм, Бенман и в дальнем случае это Н плюс один алгебра, это, в общем, по-моему, без бесконечности категории, это открыто, как бы, бесконечность категории хао-алгебра, Люри как бы это сделал. Волкова, вот, Волкова, он знает, вот, ну, может сказать, я знаю, что у меня училась Аня Норскова, вот, и она, как бы, Аня, да. Да, и, 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 вы с ней, знаете, кто был? Ну, как бы, вот она, собственно, спирантка Вуденберга сейчас, что, может быть, вот таким же образом превышал, потому что Вуденберг очень интересовался этими работами Волкова. Вуденберг, честно, это кто? Это человек, который там есть работа Бонда и Вуденберг, то есть это человек, который занимается своего рода derived, algebraic geometry. Ну, довольно не, но он очень хороший математик, действительно. Вот, они где-то там откопали с Венди вот эти вот работы Волкова, которые как-то реально вот очень связаны с этим, хотя вот такого там буквально не было. Но он что-то там считал в комплексах Хошерга, ну, и Вуденберг там с Венди где-то обобщили и получили что-то типа вот этой вот очень интересная работа на самом деле. Вот, но у меня другой подход, я взял статью Тойна, есть какая-то статья Тойна, где там, ну, дай-ка не буду сейчас вас грузить, но другой совершенно. Вот, но в этом случае как бы я не сумел завершить, вот, довести такое утверждение. Я думаю, что можно. Но в смысле заключается в том, что вот этот подход Тамаркина, он чрезвычайной общности. То есть, если вот при подходе к конце еще вам нужна какая-то теория Толя, то при подходе Тамаркина вам нужно на самом деле вот знать эту гипотезу Делине, и вы можете вполне использовать, что соответствующие информационные экогомологии максимально жесткие. То есть, вы используете вообще, то есть, идея морально в том, что вы хотите использовать вообще всю структуру, какая есть. И чем больше структуры вы используете, тем у вас больше шансов, тем жестче становится объект, и тем больше шансов, что соответствующие деформационные экогомологии равны нулю. И вот это вот совершенно общий вообще поход к этим вот такого рода вещам, связанным с форматом, и вот очень интересно. Ну ладно, давайте на этом считать, а нет, у нас еще будет доклад Даниила Фомичуевского,